Тема очень для меня важная, актуальная, и я знаю, что для христиан эта тема должна быть понятной, потому что когда речь заходит о пожертвованиях, когда речь заходит о деньгах, у христиан возникает масса вопросов. Некоторые вообще считают, что о деньгах не стоит ни говорить, ни учить в христианстве, потому что это как бы не духовно. Но я вам скажу, почитайте внимательно Библию, вы найдете, что в Библии говорится о финансах, вообще о материальном, в два раза больше, чем о молитве. И это как ни странно, но так оно и есть. Поэтому я думаю, что Бог об этом тоже печется, и Он хочет нас чему-то в этом научить. Аминь. Поэтому мы с вами потратим эти вот несколько дней, сегодня, завтра, послезавтра, и я вам передам, в общем-то, те, будем говорить, знания, которые есть у меня лично, чем я живу сегодня. Я ничего не учу тому, чем я сам не живу, и потому как бы это мой опыт, мои знания, мои откровения и мои отношения с Богом. Потому что в любом случае, я тоже живой человек, питаюсь от его престола, и в любом случае, каждому из нас есть основание для веры, это Писание. Слово Божие рождает нас в веру. Аминь. И вера приходит от слышания Слова Божия. Поэтому мы будем с вами изучать на основании Слова Божия, что говорит Писание о финансах, о материальных ценностях, вообще о том, как жить по вере, о том, как получать финансы. Кому нравится такая идея, получать финансы. Аминь. Только наша церковь пока подняла руку. Хорошо. Остальные не хотят получать финансы. Если вам не нравится получать финансы, то можете как бы их раздавать. Тоже хорошая идея. Потому что раздавать лучше, чем принимать. Но, знаете, когда принимаешь, чтобы раздавать, это очень хорошая идея. Потому что когда люди говорят, а мне не надо ничего, я как бы вот довольствуюсь малым, что есть. Это своего рода ты сразу ставишь себе позицию, я не хочу никому ничем делиться. А значит, что я хочу оставаться вот со своими интересами, своими финансами. И как бы из меня спрос маленький. Но я вам скажу, тогда у вас нет шанса видеть в действии Слово Божие. Сеющий пожинает. Аминь. И мы об этом еще будем говорить. Хорошо. Итак, короткая молитва совершу и помоль. И будем дальше идти. Отец Небесный, я благодарю тебя за эту возможность сегодня учить твой народ, учить твою церковь в вопросе финансов, в вопросе процветания, в вопросе божественного обеспечения. Я прошу тебя, благослови сегодня твой народ, твою церковь. И помоги нам принять все, что ты для нас приготовил на эти дни. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем эти дни семинара и провоздашаем, Господь, что все, в чем нуждается каждый из нас, мы все получим. Это откровение, это слово. Потому что ты знаешь, в чем мы нуждаемся, прежде прошения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Хорошо. И все очень просто начинается с того, что мы зададим себе вопрос, зачем мне деньги? Вот хороший вопрос. Зачем нам нужны деньги? Но вопрос, конечно же, очевидный в том плане, что ну как зачем? Ну все скажут, как зачем? Но, значит, есть люди в этом мире, которые живут без денег, на самом деле. И мы в свое время жили с вами практически без денег. И, в общем-то, мы на них не уповали никогда. В 90-х, или точнее во времена конца Союза, мы с вами жили за 10 долларов в месяц. Это было для людей американских, американцев и других стран, это был ужас. Как можно жить на 10 долларов в месяц? Они удивлялись. А мы улыбаемся, говорим, у нас все хорошо. Вон банки с консервацией стоят, мама что-то там напекла, принесла. Вон там бабушка что-то сварила, и все нормально. Знаете, большую кастрюль наварили супа, и вся церковь кушает. Аминь. То есть вот так мы жили, и нормально все было. Ну, знаете, что я верю в то, как Бог выводит нас, или же ведет вообще свой народ. Это библейское основание, мы сейчас об этом будем говорить. Именно о том, что у него есть замысел привести свой народ к лучшей жизни. Аминь. Ведь когда мы приходим в Царство Божье, мы не должны размышлять так. Ну, главное, чтобы душа была спасена. Главное, чтобы дух был спасен. А все остальное, как бы это ни важно, мы в вечности будем наслаждаться. Друзья мои, честно говоря, мне не нравится идея такого формата, что только в вечности я буду счастлив. Я верю, что мой Господь, Иисус Христос, дал мне возможность и при жизни на земле быть успешным, процветающим, счастливым человеком. Но, конечно же, скажете, счастье не в день, как сто процентов. Но, знаете, когда у вас не за что купить еду или одежду, вы будете усиленно искать еду или одежду. Вы будете на этом фокусироваться. Вы будете действительно больше об этом думать. И меньше думать о Царстве Божьем. Меньше думать о спасении людей. И это очевидно. Точно так же, как больные люди, когда болеют, вопрос, а хочет ли Бог меня исцелить? Если ты кричишь всем сердцем, Бог хочу проповедовать Евангелие, а мне здоровье не позволяет, то поверьте мне, что у Бога есть все шансы вас исцелить. Аминь. То есть, в общем, проблема именно в том, что мы иногда смотрим на это только с точки зрения эгоизма. Я хочу просто иметь больше. И все. Но не всегда даем себе отчет, для чего? Для чего мне это нужно? И если мы готовы или хотим быть успешными, просветающими и иметь все в своем доме, вокруг своего дома, но при этом мы не собираемся этим служить Богу, то здесь перекос. То здесь перекос. Здесь мы можем просто пострадать. Потому что мы можем всю жизнь потратить на поиск счастья, так и не найти его, и сказать Бог, и его слово не работает. На самом деле, я вижу в Писании, что Господь готов благословить свой народ, благословлять, но с одной целью, чтобы его народ прославлял его, служил ему. Аминь. Потому он говорит, служи Господу Богу твоему, и я благословлю хлеб твой и воду, и отвращу тебя болезни. То есть, вопрос именно в этом, что служение Бога является ключевым моментом в вопросе процветания. Успех приходит не потому, что мы, значит, усиленно трудимся. Это написано в Писании, что не успешный бег, да, или как там, не тому, кто старается, а тому, кто о воле и случаях, как Писание говорит. Но вопрос о воле и случаях в руках у Господа. Я верю всем сердцем, что Бог управляет ситуациями. Аминь. Хорошо. И сегодняшний семинар я назвал, наверное, или знаю, может быть, как у вас тут названо, финансы. Там совсем ничего не видно. Здесь хорошо видно. А, финансы в Царстве Божьем. Проектор у нас, что-то уже надо его воскрешать. Хорошо. И раз у нас финансы в Царстве Божьем, то зачем они нам нужны, если они в Царстве Божьем? Ладно, шучу. Хорошо. Давайте мы начнем с вами с темы «Земля обетованная» или «Обетованная», как еще ставят ударение. «Земля обетованная» или «Обетованная». И я прочитаю из книги «Второзаконие», 8 глава, 7 по 14 стихи. «Второзаконие», 8 глава, 7 по 14. Здесь есть удивительные слова. «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковни, гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо и из гор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его, и законов Его, и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра, золота, и всего у тебя будет много, Аллалуйя, то смотри, чтобы не радмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Аминь. Вот, знаете, это место Писания, в котором хочется верить, хочется жить этим. И, знаете, такой раз, такой голос из ада. «Это было для евреев. Это не про вас». И, знаете, я думаю, так все хорошо начиналось. Так все красочно. Но, знаете, что мы же видим, что вся Библия имеет символизм и образы, которые написаны нам в наставлении, словами апостола Павла. То, что мы читаем с вами в Писании, в Ветхом Завете, не является лишь историей Израиля в отношении с Богом. И не только лишь историей какого-то народа. Мы же ведь верим в то, что мы становимся народом Божьим, когда приходим ко Христу. И мы все говорим, мы вышли из рабства греха. Мы были в рабстве у дьявола. Мы были в так называемом духовном Египте. Так или нет? То есть христиане обычно вот так трактуют Писание, и это правда. Потому что мы были в рабстве греха. Дьявол был нашим фараоном. И он контролировал всю нашу жизнь. Финансы, здоровье, отношения в семье. Все наши замыслы, планы. Знаете, мы не понимали, почему наша жизнь не все так хорошо устроится, выстраивается. По одной причине, что мы не думали, что оказывается нами кто-то управляет. И не обязательно Бог. Знаете, иногда люди говорят, что ну все во всем Бог. Ну все во всем. Но знаете, если мы живем на территории Царства Божьего, то тогда можно быть уверены, что именно Бог управляет нашей жизнью. А если мы живем на территории дьявола, молимся Богу. Только вопрос, кто нами управляет? Дьявол управляет, потому что мы живем на его территории. Мы там еще находимся. Ведь евреи, находясь в Египте, молились Богу. Но они не могли иметь еще все блага, обещанные Богом, запланированные Богом, пока они жили на территории Египта. То есть Богу не пришлось бы поставить своего фараона туда, верующего, христианина, крещенного в Святом Духе. Крещенного во имя Отца и Сына и Святого Духа. И изменить всю страну, весь Египет изменить. И потом бы его евреи стали процветающим народом. Но знаете, все не так. Бог планировал по-другому. Он допустил в свое время переход евреев в виде Иакова и всей его семьи через Иосифа, которого он послал заранее. Вот такой очень лихо закрученный сюжет. Мне нравится история Иосифа очень сильно. Но именно Иосиф, оказавшись в рабстве, стал ключевой фигурой в том, чтобы решить проблему своего народа. Ведь в то время весь мир был в голоде. Вы же помните, что все ходили в Египет за хлебом. И это была жуткая история, когда люди продавали все, что у них было. Они отдавали свою жизнь в рабство фараону лишь бы за хлеб, чтобы не умереть с голоду. А перед этим Бог дал урожай. А перед этим Бог дал мудрость Иосифу весь урожай сохранить. И знаете, мы смотрим, как Бог направляет руководить всеми процессами. И именно из-за Иосифа его отец и его братья пришли в Египет. И там они осели на долгих 400 с лишним лет. И в итоге поменялась власть. В итоге поменялись правители. И они стали рабами. То есть предыдущая власть при Иосифе, они хорошо относились к евреям. Но потом пришел другой фараон. Пришла другая власть. И у них, у народа Израиля оказались проблемы. Они оказались просто наемными рабами. Которые кушали, которые жили там, которых, будем говорить, которые управляли и все такое. Но Бог обещал, что он говорил еще то Аврааму, что я введу вас в землю Египетская, а потом выведу оттуда. Это был план. Вот такой план Божий. И знаете, мы оказались с вами на территории дьявола, в общем-то, неосознанно. Мы родились в своей стране. Мы жили среди этого общества. Мы делали, как все остальные поступали, как люди этого мира. Ничего не подозревая, что мы в рабстве греха. Что мы живем на территории дьявола. Что мы пользуемся именно на территории, на уровне доверенного или как бы допущенного в нашей жизни. И все, не больше. И пришел Бог в нашу жизнь и говорит, я хочу тебя отсюда вывезти. Хорошо, Господь, но у меня, в принципе, все нормально в жизни. Построено как-то так, все устроено. А говорит, я хочу для тебя что-то лучшее. Кому нравится идея, что Бог нас выводил из рабства, чтобы привести нас на свободу, а не другое рабство. Кстати, я далек от мысли, что Бог нас вывел из рабства, чтобы поработить еще хуже, сделать нас. И чтобы мы говорили, знаете, вот в мире хоть и плохо было, вроде грех там был. Но как-то все по-другому устраивалось. Знаете, иногда слышишь христиан, которые думают, что в мире было лучше в каких-то вопросах жизненных, чем в церкви. В церкви же нельзя воровать, в церкви же нельзя обманывать, в церкви же нельзя наказывать людей по-своему. И все такое. И думаешь, ну как бы там все решалось просто. Тебя обманули, ты обманул, раз и все в своих делах, нормально все. А здесь же все по-другому. Так в том-то и дело, что там мы творили своими руками беззаконие и решали проблемы по-своему, которые никогда не заканчивались. А здесь вопрос сотрудничества с Богом. Именно под его руководством строить свою жизнь и успех. Например, представьте себе человек, который всю жизнь был рабом и которому каждый день говорили, что нужно делать. Вот он выходит на работу, ему говорят, возьми это, перенеси туда, поставь то туда. И в общем, короче, был процесс, который кто-то контролировал. И вдруг тебе говорят, с завтрашнего дня ты свободен. Ты теперь начнешь жить по-своему. Я думаю, что у многих будет шок от того, что, а что делать? А как обеспечивать себя? Я понимал, что есть дядя фараон или там его представники, которые мне давали работу, которые говорили, что мне делать? Вот так и думают сегодня большинство людей нашего общества. Лучше я пойду там на завод, на фабрику. Там мне скажут, что нужно делать. И в общем-то, в этом и будет моя трудовая деятельность. Но потом дома сидишь, гроши свои считаешь и думаешь, да не хватает же. На то не хватает, и на это не хватает. Отпуск. Да какой отпуск? Тут хоть бы концы с концами свести. Что-то надо поесть, одеться и так далее. И начинаешь понимать, что все, что ты отработал, большую часть забрал фараон. Все равно люди, которые получают от тебя прибыль за твой труд. Да, ты хороший человек, все хорошо, ты работаешь, все нормально. Но соотношение цен за твой труд, они не соответствуют нашим потребностям в жизни. И в этом есть трудность, в этом есть проблема. Потому что мы смотрим на того человека, который нас нанял, как на даятеля наших благословений. Или же на обеспечителя нашего. Можете ли вы сказать сегодня, что ваш руководитель является вашим обеспечителем? А почему нет? Ведь он дает вам деньги. По сути дела, он вас обеспечивает сегодня финансами, деньгами. То есть материальными ценностями. Хорошо, но мы как духовные люди говорим, нет. Мы правильно отвечаем, все нормально. Мы же верующие. Но по факту, по факту, мы идем в бухгалтерию и ждем, что нам выдадут сумму, которую нам обещал руководитель, когда нас нанимал на работу. И по сути дела, мы ничего не можем в этом изменить. И знаете что? Мы действительно и живем, и делаем работу, или производим работу, которая нас не благословляет. Да, мы работаем, согласились на этот труд, но потом мы дома начинаем роптать. Не хватает. А где же еще взять? На учебу, на одежду, на еду, на прочие вещи. И вдруг я читаю во второзаконе. Я введу тебя в землю обещанную. Я приведу тебя туда, где у тебя будет много всего. Ты ни в чем не будешь нуждаться. То есть, и мы видим с вами, как был процесс выхода из Египта. Ведь в Египте у них, в принципе, не было нужды в еде. Они ели чеснок, лук, рыбу, мясо. То есть, то, что они вспоминали потом в пустыне. Они все это вспоминали, потому что желудок говорил, да нам эта манна уже в глазах наших, дайте нам чеснока. Нам хочется приправ побольше, нам хочется вот этого. Они не думали, что это, значит, желудок им дороже, чем свобода. Вопрос именно в том, насколько ты готов пройти какой-то путь, чтобы потом все-таки начать процветать во Христе Иисусе. Мы должны с вами сразу нацелиться, что должен прийти период избытка в нашей жизни. Я вам скажу так, что когда-то давно я услышал такую мысль очень хорошую, что сначала в жизни, в нашей жизни есть, возможно, период недостатка. Потом период достатка, а потом период изобилия. И это все должно быть, как, знаете, как оно называется, преимолельное поступательное движение должно быть. То есть мы не просто буксуем на месте, и ничего не меняется. Кто из вас может сказать, что вы во Христе уже там много лет, а практически ничего не поменялось с уровнем жизни? У вас есть такое? То есть вот как вы пришли ко Христу, и вот ваш уровень жизни такой, как был до Христа, такой и сегодня. Есть хотя бы кто-нибудь? Ух ты. А кто у кого улучшилась жизнь после того, как пришли ко Христу? Так и есть. А у кого совсем хорошо? Хорошо. Почти совсем хорошо. Но, друзья мои, посмотрите вообще тенденцию. Рабство это, я бы сказал, недостаток. Потому что в рабстве люди могли лишь рассчитывать на еду, и на одежду, и, может, на какой-то кровь, на жилье. Потом мы идем, как бы, по аналогии Израиля, они вошли в пустыню. И знаете, что мы читаем в пустыне? Они не нуждались в еде, не нуждались в одежде. Одежда не вершала в них. У них была защита. Они не болели. У них не было болящих в коленах Израиля. У них постоянно были проблемы только тогда, когда они начинали грешить. Но, когда они были в послушании Богу, облако славы Божьей защищало их и от зверей, и от насекомых, и от всех остальных. Вода всегда была в избытке. Представьте, в пустыне, в пустыне Синайская вода, на том месте, где они останавливались, обязательно открывался источник. И два с лишним миллиона человек, и намного больше животных, потому что в каждом доме были овцы, тельцы и прочие-прочие творения. И знаете, они все хотели пить. И это огромные потоки. Посчитайте, сколько сегодня потребляют воды на простой город Днепропетровск. А он в два раза меньше, чем евреев, которые вышли из Египта. Это как Харьков, можем сегодня сравнить. Сколько водички сегодня нужно Харькову, чтобы напиться всем, покупаться всем и напоить своих животных. Даже домашних. Я вам скажу, это огромные потоки вод. Это река. И вот Бог обеспечивал свой народ таким количеством хлеба. Подумайте, сколько хлеба нужно на каждый день. Манны, чтобы хотя бы все, чтобы не то, чтобы по чуть-чуть поели, но ели и насытились. Они ели столько манны этой лепешек, сколько хотели. Это не было ограничением. Так, по 100 грамм на каждое лицо. И не больше. Нет, там было написано, утром вышел человек, должен был собрать столько, сколько они съедят со своей семьей. И этого было достаточно на целый день. То есть, понятно, что лепешки, однообразие. Но знаете, что, я думаю, было поколение в пустыне, когда они говорят, а что еще какая-то еда есть? Для них лепешки из манны были самая лучшая еда. Они их ели. И самое главное, они не болели. Знаете, разнообразия вкусового там не было, но у них не было ничего недостатка. Ни в белках, ни в углеводах, ни в микроэлементах. Вот этой лепешечке из манны было все абсолютно для здорового образа жизни человека. И для сил, для энергии, для всего. На один земной путь. Вы слышите? Это Божье обеспечение. Я бы сказал так, что это про период достатка. Вот достаток. Потому что они не нуждались там, чтобы учить детей в каком-то учебном заведении. Им нужно было на посещение в больницу деньги. На транспорт не нужно было денег. Знаете, у них просто все, в чем они нуждались в пустыне, было сверхъестественно обеспечено. Еда, одежда, то есть еда, вода, одежда и покров от Бога. Все, все, что им нужно было на той территории, где они жили. Подумайте сейчас об этом. То есть, зачем, допустим, кому-то из вас миллион, например, если кто-то из вас живет в какой-то хижине, вы не планируете расстроиться, у вас нет шансов или нет нищеты, допустим, бизнес поднимать какой-то. Зачем вам нужны лишние деньги? Они вас только будут уничтожать, эти лишние деньги. Вы будете в страхе жить, их потерять. Или помните, как история была, какой-то фильм видел, «Боги сошли с ума». Не видели, нет? Видели. Интересный фильм такой, он заключается в том, что аборигены живут, бушмены живут в пустыне, практически племя хорошее, но вот у них все простая жизнь, очень простая жизнь, они дружат друг с другом, семья такая большая. И над ними пролетает самолет, еще тогда двухкрылый, четырехкрылый, такой кукурузник. И кто-то выпил бутылочку Кока-Колы и выбросил. И вот эта бутылка упала с неба. Кстати, они никогда не видели ничего подобного. Что это? Они подумали, что это боги, что это бросили им. И вокруг этой бутылки такая история развязалась. Люди поссорились все, люди переругались все, драться начали из этой бутылки. В итоге, их главарь, как он называется, вождь племени, взял эту бутылку и три дня ехал куда попасть, чтобы выбросить ее, представьте, чтобы никто не нашел ее. Это удивительная история. Думаешь, как это может быть? Дай человеку, людям, просто объект для ссоры и все. И больше ничего не надо. Как у нас было? Знаете, история у нас была. Это как бы не очень хорошая история, но это связано с христианством сегодняшним. Мы только уверовали, и нам привез пастор из Европы гуманитарную помощь. Мы обрадовались. Еда, одежда. Знаете, для 94-го года, 93-го года это было очень хорошее вообще подспорье. Но удивительно в том, что мы как наивные христиане, мы верили всему и все. Но потом мы начали узнавать, что кто-то стоит на разборке этих вещей. Начал находить в карманах деньги, золото и другие вещи. Начали друг другу давать, кого знают по лучшей вещи, кому не знают по хуже вещи. То есть началась дележка, люди начали ссориться, люди начали ругаться, люди ушли из церкви, из церкви походили. И знаете, когда мы начинали нашу церковь здесь, я сказал о моей супруге Света, у нас никогда не будет гуманитарки из-за границы. Это мое решение принципиально. Потому что лучше мы вырастим на уровне даятелей и будем давать секонд-хенд, еду и прочие вещи, чем принимать откуда-то и потом разделять церковь из-за этого. Сегодня некоторые церкви именно из-за гуманитарки наполняют людьми свое собрание. Но как только не будет гуманитарки, не будет и людей. И такая вот дилемма. Ну, мы об этом еще поговорим. Но знаете, было у меня четкое понимание, что я хочу стать даятелем. У меня была мечта, чтобы не ждать от дяди Джона, но чтобы вырасти в даянии и благословлять джонов, которые прилетают к нам из Америки. Вы знаете, что мы купили этот храм силой нашей церкви. Нам помогли лишь 2% из нашей суммы, которая нам нужна была на здание, наши друзья из Украины. Одна церковь и вторая церковь. Все. Все остальные 98% собрали в нашу церковь. Церковь Эммануил. Аминь. И это все было по вере. И эту историю, возможно, сегодня еще услышите. Но, или не сегодня, в эти дни. Но вопрос в чем? Я просто верил и верю до сих пор, что церковь живого Бога не должна ни в чем нуждаться. Все, что связано с проповедью Евангелия, все, что связано с жизнью церкви Христа, не должно иметь недостатка финансов. Финансы самое малое, в чем мы нуждаемся, как церковь. Аминь. Казалось бы, но мы на подсознании понимаем, что Бог обеспечивает, Бог дает, Бог заботится о своей церкви. Но, знаете что, сегодня есть псевдо-христианские религиозные организации. Есть совершенно не христианские религиозные организации, которые обеспечены. У которых шикарные здания. У них есть вся аппаратура, которая необходима. У них есть абсолютно все, в чем нуждается церковь. И смотришь на христиан, крещённых в святом духе, рождённых свыше, наполненных верой, в глазах блеск, огонь. Мы провозглашаем спасение городов. И мы постоянно нуждаемся. То колонку одну покупаем, потом вторую, потому что одну только денег есть. Потому что комплект не можем купить. То шнурки ждём, когда следующий там доход будет, чтобы шнурочек купить для микрофона. Микрофон это вообще уже обойдёмся старым, ладно. И так далее. А на колеса пастора вообще денег никогда нет. Потому что, ну ничего, пешком походит, перетерпит. В общем, и вопрос в том, что когда понимаешь, что-то здесь не клеится. Что-то здесь не так. Потому как мы смотрим на нехристиан. И они обеспечены. И у них реальные ресурсы. И они друг друга, всё сообщество другого во всём мире поддерживают. А христиане тянутся, потянутся, вытянутся, что, не могут. И думаешь, а как же здесь вообще понять? Почему так? И я помню, как однажды в своей книге Кеннет Хейген писал о том, что он с этим же вопросом пришёл к Иисусу. Точнее, Иисус к нему пришёл, а он ему задал такой вопрос. Господь, почему христиане, крещеные святом духе, верующие в тебя, нуждаются постоянно в финансах? И вот ответ просто удивил Кеннета Хейгена. И фактически поставил его в такой, знаете, он сказал, ошеломил его. Потому что он говорит, из-за неверности моего народа в десятинах и приношениях. Но мы к этому ещё придём. И казалось бы, думаешь, да мы что-то даём. Что-то, как-то, где-то, чего-то. И думаешь, если все смотрят на мою десятину, то что я всем должен? Знаете, друзья, Бог не человек, чтобы всех нас поставили в такую позицию, что мы всё даём, а нам ничего нет. То есть мы как бы истощаемся, мы отдаём всё, что у нас есть, всё приносим в Дом Божий, а назад как будто нет результата. И вот об этом мы тоже поговорим. Как бы немножко забегая вперёд, но чтобы вы ожидали ответа на эти вопросы. Итак, мы жили с вами в системе этого мира. И были подчинены законам этого мира. Нами управляла экономическая система этого мира, этого общества. Мы фактически даже и не знаем, как она работает. Большинство из нас, вот христиан, даже не вникают, как работает экономическая система этого мира. Или же даже взять просто нашей страны Украины. Может быть люди по своё роду деятельности, финансисты, экономисты, бухгалтеры. Может быть они знают, как приблизительно чуть-чуть, знают, что, но как-то где-то крутятся эти финансы и всё такое. Но вопрос в чём? Мы должны понимать, что тогда, когда мы жили в этом мире, и возможно кто-то ещё до сих пор, естественно, живёт в этом мире, но мы получаем с вами ресурсы из этого мира и надеемся на экономическое положение этого мира, я скажу, нам нужно поменять своё мышление. И здесь начинается конкретная реформация в отношении к финансам. Мой Бог, мой источник жизни. Мой Господь, обеспечитель мой. Господь, пастырь мой, мы читаем в Писании. Я ни в чём не буду нуждаться. Знаете, красивый псалом. И большинство из нас знает его наизусть. Но вот эта фраза, я ничем не буду нуждаться. А потом, Господи, отдай же мне наконец-то новые туфли. Знаете, и такое ощущение, что что-то не состыковывается. И вопрос в том, что мы с вами выбираем, в какой системе мы будем служить. В какой системе будем жить. Давайте выберем. Система мира сего. Давайте возьмём. Система мира. Мира сего. И система Царства Божьего. Царства Божьего. Что мы говорим, или что подразумевается под системой этого мира? Система этого мира, это когда мы смотрим на экономику, или, да, экономика, экономика страны. Что с вами происходит, когда вы слышите, что доллар опять дорожает? Какая реакция у вас? Ну, я понимаю, что ничего не происходит, потому что у вас ни того, ни другого нет. Покупаем доллар. Но, вопрос. И экономику подорожает. Мы, экономика страны ориентируется на цену гривны к доллару, отношения. И у людей паника. У людей паника. Доллар опять дорожает. Укрепляется валюта. Ну, их валюта укрепляется, наша слабеет. То есть, гривна падает. И у нас сразу же реакция. Купить, как бы, впрок продуктов. Да? Там, крупы, там, и соли. Я помню, такой ажиотаж на соль был. Это ужас. Когда в магазинах соли не было. И думаешь, а что соль? Я не понял. Такое ощущение, что у нас соль и дефицит всегда. У всех есть соль дома. Но, вопрос в чем? Вот такая реакция людей. Это, когда мы смотрим на систему этого мира и реагируем на экономику страны. Мы реагируем, потому что мы живем в этой системе. Но человек, который, все-таки, у которого система Царства Божьего главенствует или же, как сказать, доминирует в его жизни. И он живет в системе Царства Божьего, он остается в покое. Знаете, я помню первое мое откровение по поводу повышения цен. Я ездил тогда еще на другой машине. И помню, как бензин начал дорожать. Первые вот эти скачки, там, по 2 гривны был бензин. А до этого было, там, копейки 90, там, без 70 копеек. Не помню, но помню, как это почти два раза цена выросла. И, знаете, мне так это напрягло сразу. Думаю, Господи, а как же я буду ездить теперь, вот, ну, там, на служение, все подальше, куда надо, все такое. И вдруг я слышу, Дух Святой мне говорит, ты не зависишь от цен на бензин. Вот, знаете, Дух Святой мне так спокойно объяснил, что бензин, дорожание бензина, на тебя не должно вообще никак вплывать, влиять на тебя. Потому что твоя задача служить мне. А уже о деньгах на бензин я побеспокоюсь. Аминь. То есть, когда мы смотрим на экономику, а значит, мы смотрим на кого? На Нацбанк, да? Национальный банк. Который, по сути дела, ну, мы с ним как будто бы напрямую не связаны. По сути дела, мы как будто бы там никак с ними вообще от них ничего не получаем. Но мы подвязаны под банковскую систему этой страны. Большинство из нас получает зарплату там по пластиковой карте. Там мы пользуемся этими пластиками картами. Лучше не кредитными, а просто дебетными. Но об этом еще позже поговорим. Потому что если мы думаем, что кредитные деньги это спасение, так скажу, это ловушка, это сеть и это поражение. То есть, ни одна кредитная система не является благословением. Хотя в нашей стране. В нашей стране. Могу сказать так. Потому что, если мы поговорим об этом, допустим, в Америке, ну, допустим, то они скажут, да нет, они нам помогают. И знаете, что, просто это как бы такая иллюзия счастья. Ты просто за один там заход в банк, ты получаешь себе машину, квартиру, а может быть две машины на себя, на собачку. Вот. И все такое. Как будто бы все в доме, все хорошо. И теперь ты 30 лет будешь выплачивать этот дом, эту квартиру. И ты никуда не сможешь выехать. Ты ничего не сможешь за это время поменять в своей жизни. Ты просто будешь тупо отдавать каждый месяц деньги на то, что ты взял в кредит. И вроде бы неплохо, вроде бы хорошо, но в то же время не поверим. То есть, царство Божьего, система совершенно по-другому работает. Знаете, Бог не дает кредитов. Вау! Запишите эту фразу. Мне нравится это. Бог не дает кредитов. Потому что Он никогда не хочет нас делать рабами. Аминь. Он нас освободил. Он нас вывел из системы этого мира. Но знаете, что как евреи в пустыне оставались рабами египетской системы, так и мы с вами, выходя вроде бы физически, душевно, духовно, ну не физически, душевно, духовно вышли из подвласти дьявола. И в то же время наши мозги все еще в системе этого мира. И нам трудно переключиться. И мы думаем, что это как-то, ну знаете, ну да, царство Божье как-то, ну не совсем понятно на каком-то уровне наших взаимоотношений. И мы же все равно, ну идем же за зарплатой в бухгалтерию. Ну же все равно же я иду за зарплатой на работу, за деньги и работаю. И все такое. Да, но знаете, что от Бога зависит, кто и сколько вам чего даст. Если я живу в системе Царства Божьего, а не в системе этого мира. Я не нацбанк надеюсь, потому что у меня есть небесный банк. Небесный банк, который кредита не дает, но воздает мне по моей инвестиции. По тому вложению, которое я делаю, будучи верующим человеком, и которое полностью связано с этой системой. Нам нужно четко понимать, что если я в своем воображении, в своем разуме не перестану думать, что каким-то образом экономика страны меня будет контролировать, то я до сих пор еще в системе этого мира. То есть я не должен позволить даже на йоту, в моем воображении, думать, что экономика страны может меня лишить еды, одежды, жилья, необходимых потребностей. Тогда я скажу, что я поклоняюсь не Богу, а Мамоне. Потому что Мамона – это Бог века всего. Мы об этом читаем в Писании. И вот что говорит Иисус в Матфея 6, 24-34. Матфея 6, с 24 по 34 стихи. Матфея 6, с 24 по 34. Никто не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другого не родить. Не можете служить Богу и Мамоне. Служить Богу и Мамоне. Дальше читаем. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить в себе роста, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми пачи вас, маловера. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Представьте, кто ищет всего этого. Всего этого ищут язычники. Отец ваш небесный, потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и праведности Его. И это все, это все приложится вам. Знакомое место Писания? Итак, не забудьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Казалось бы, все правильно, все понятно. Где-то на уровне, ну я не знаю, выше головы мы понимаем, о чем идет речь. Но как только заходит речь о обеспечении, о реальных ситуациях, поесть, попить, одеться, и у нас начинается паника. Если ты вечером ложишься спать и не знаешь, что будешь завтра кушать, то многие люди живут в страхе. А человек, который прочитал это местописание, говорит, Господь, вот с этого дня я даже и переживать не буду об этом. И я буду надеяться на систему Царства Божьего. Система Царства Божьего мне говорит, не заботься о том, чтобы тебе есть, что тебе пить, во что одеться. Потому что этого ищут язычники. Язычники – это люди, не знающие Бога. Язычники – это поклоняющиеся идолам, истуканам. То есть язычники – это люди, избрали себе иных божеств. И они от них ждут. И они поэтому ищут, что есть, что пить, во что одеться. Послушайте, Бог здесь показывает свою роль. Он говорит, птицы кушают каждый день. Вы скажете, так они же мотаются, конечно, на подоконнике у меня сидят, я постоянно кормлю. Вот. Вот. Послушайте, вспоминайте историю. Бог говорит евреям, перед самым выходом из Египта, пойдите к соседям и возьмите у них золото, серебро, драгоценные камни, одежда, ну все, что дадут, короче говоря. И знаете, это же цыгане. Сто процентные цыгане. Но именно в тот день, в тот-то день, в тот вечер, Господь действительно расположил сердце египтян. И мы читаем, дословно написано, и обобрал Израиль Египет. Они вышли с огромным богатством из Египта. Представьте, рабы выходят с мешками, с золота, серебра, драгоценных камней и дорогой одежды. Вы можете себе представить? Они до этого не имели ничего этого. И вдруг они выходят. Сколько у тебя килограммов? А ты донесешь до земли обещанной? Да хватит сил, на корову возложу, поедем. То есть они друг друга просто удивляют. Смотри, какой браслет у меня. А смотри, какая у меня цепочка. А смотри, какие у меня там чаши золотые. И все такое. Потому что Бог расположил сердце египтян, и они отдали им это все. Кого из вас Бог располагает сердце кормить собачек? Ну, бездомных. Птичек? Никого. Своих собачек. Знаете, христиане должны быть более милостивые. Кормить бездомных животных. Но знаете, что я наблюдаю постоянно. Моя теща всегда, сколько я ее помню, она постоянно остатки еды не в мусорник выбрасывала, а за окно. Говорит, это воронам. Это воронам. Потому что, может быть, я когда-нибудь буду нуждаться, и Бог повелит воронам кормить меня, как он кормил Илью. Вот такой умный замысел. И знаете, я смотрел на это все, ухмыляясь, улыбаясь, а потом думаю, так они такие права. Потому что, когда я это слышал первый раз, я еще не читал Библию, я не знал об Ильи и о воронах. А потом я когда прочитал, понял, думаю, ух ты, тетя что-то знала. Она что-то знает, чего я еще не знаю. В общем, вопрос обеспечения моего не должен быть связан с системой этого мира. Мы пришли оттуда, сто процентов. Мы привыкли думать, как думает этот мир. Нас научили так думать. Мы были рабами в советской системе. Мы всегда верили так. Вот давайте мы увидим сейчас аналогию. Государство обо мне обеспокоится. Кто из вас такой говорил, думал, верил? А может быть, даже не думал, не верил, но на подсознание мы так были уверены. Что кто-то обо мне побеспокоится. А это значит роль правительства брало роль Бога на себя. То есть, чтобы я не был раздет, выбрасывали дефицитный товар в магазин. То есть, мы стояли в очереди, но это уже ваша проблема в очереди. Главное, мы даем по килограмму масла на руки. Поэтому стойте, дождетесь, все получите. Мы жили в системе, которая контролировала наш образ жизни. Фактически, в вопросе финансов. Нам давали какие-то льготы, нам давали какие-то отпуска. И знаете, наше счастливое детство такое у нас было. Как там была пословица? Спасибо партии тебе за наше счастливое детство. Не понимая, что наше счастливое детство было оплачено нашими же родителями. Ну, я не буду копаться дальше в этой системе. Потому что мы все так думали. Государство обо мне позаботится. И теперь мы выходим из этой системы. Или же мы пришли в Царство Божие. Система мировая поменялась. Экономика страны поменялась. Государство нас вообще уже не думает. Уже нет вообще такого понятия, что правительство обо мне побеспокоится. Help yourself. Есть такое высказывание в английском языке. Помоги себе сам. Слушаю рекламу, сейчас в машине еду. Реабилитационный центр. Называется «Помоги себе сам». Я думаю, так зачем мне этот центр, если я сам могу себе помочь. Ну, вот такая интересная реклама. Ну, так словом. Так вот вопрос. Могу ли я себе добавить росту хотя бы на один локоть? Нет. Могу ли я себе что-то изменить в жизни, как обстоятельства при всех своих стараниях? Вот своими силами. Могу сказать точно нет. Мы с вами можем пытаться менять свою жизнь, улучшать ее. Это, знаете, три работы, четыре работы. Там, я знаю, ночами не спать, днем не спать, в общем, сутками не есть, дорабатывать, все такое. И в итоге нуждаться. Я не помню, чтобы люди на стольких работах работали, потом говорили, ну вот теперь мы заживем. Вот теперь у нас все есть. Здесь никогда люди, ставшие рабами работы, рабами системы, не могут сказать, что теперь у меня достаток и избыток. Все, мало, мало и мало. И не хватает, и не хватает. И вопрос, в чем же проблема? Да потому что нам нужно найти источник упования. На кого я на самом деле рассчитываю? На свои силы, на свои знания, на свой опыт, на свои деньги, на знакомство в правительстве, на правительство. На кого я рассчитываю? Кто мне может на самом деле помочь? Если в голове нет ничего, как один брат говорит, но к слову опять отвлекаюсь немножко. Это, помните, у нас был проект в городе, и приезжал наш силовой брат, Женя Хитяев, который творил силовые трюки. И он рассказал еще одну историю о своем друге, тоже силовике, который в свое время был бандитом, которому проломили голову молотком. Проломили, он был в коме, и в общем, мама его выходила, все такое. И потом, короче, Бог чудным образом исцелил его. И он, когда свидетельствует о себе, рассказывает, представляете, мне делают рентген головы, и там ничего нет. Ну, в смысле, сегодня. Как бы все смеяются, потому что все, как и мы. И вот вопрос в чем, что когда в голове нет знаний, вообще, ну, никакого руководства. Знаете, мы просто пытаемся выживать в той системе, где мы с вами живем, в системе этого мира. И когда мы понимаем, что мне все-таки нужно изменить свое основание для ожидания, откуда я ожидаю свое благословение. Откуда источник моего успеха или же моего обеспечения. Кто является личностью, которая обо мне печется на самом деле. Я еще раз скажу, о нас в этой стране никто давно не думает, что мы едим, что мы пьем, во что одеваемся. Когда сегодня цены непомерно растут, когда сегодня мы едва можем заплатить за отопительный сезон, за отопление. Я не знаю, может быть, в Тарамске немножко получше, там, свои дома как-то по-другому все. Но в городе люди чувствуют эту разницу. Когда в три раза подняли там оплату на отопление и все такое. И, конечно же, у всех возникает паника внутренняя, да? И ты понимаешь, что о нас никто не думает. Просто люди решают свои бизнес-проекты. Все, на высоком уровне. Люди просто взяли все ресурсы нашей страны, распределили на пять человек и управляют нашей страной. И думаешь, несправедливо, нечестно, нехорошо. Мы страдаем из-за этого. А кому дело до нас? Да никому, по большому счету. Можете никому об этом не рассказывать, но я вам скажу точно. Никому о нас дело нет. Если только кто-то о нас не подумает конкретно. И поэтому, когда я читаю Писание, я вижу, что Бог мне говорит. Если ты не можешь себе добавить рост, посмотри на птиц, посмотри на траву, посмотри, как все Бог прекрасно заботится о своем творении. То почему ты переживаешь? А вот это вопрос. А что я переживаю? А как же? А чего? Ди вопрос. Знаете, подумайте, сколько нужно тонн пшеницы в день, чтобы прокормить всех птиц на земле. Это ваши эшелоны. Это эшелоны. Я это видел, кто-то взял и посчитал, сколько нужно было еды, воды для евреев в пустыне на каждый день. Я был в шоке. И это все Бог давал. Каждый день. Каждый Божий день. Никто не считал. Там же канализации тоже не было, между прочим. И Бог это тоже знал. Поэтому сказал, идешь в кусты и возьми лопатку с собой. А у нас в стране лопатки не водятся. Поэтому мы и вступаем иногда. То в одну сторону, то в другую. В общем, вопрос в чем? Я должен сегодня, вот вы должны сегодня избрать для себя систему, которая для вас будет вашим благословением. Финансовую, экономическую, материальную систему, которая для вас станет источником вашего благословения. Например, банки сегодня на переборе. А у нас вот столько процентов. А у нас такие условия. А у нас такие условия. И людей просто пытаются обмануть очередной раз. Потому что уже мы побывали там, в этих банках. В 2007 году, в 2008 году. Мы все понабирались. Чего только можно было набраться. Потом в итоге мы годами просто выдыхивали это все дело. Вот раз хлопа. Кто-то до сих пор еще в той системе. Еще должен остался. Я вам скажу, это просто жуткое. Ну, будем говорить, как один сказал, что банки это раковый опухоль на теле человечества. На самом деле. Но вопрос в чем? Какой банк мы выбираем? Какой банк? Допустим, ну, пастор Дмитрий. Какой бы банк ты выбрал? Один банк, который предлагает 26% годовых. А другой банк, который предлагает 4% годовых. Например. Ну, это за депозит. Какой бы банк вы выбрали, пастор Дмитрий? Никакой. Понятно. Хорошо. Очень духовный ответ. Сестра Людмила. Или не Людмила. Забыла, как вас зовут. Светлана. Какой банк бы вы выбрали? Какой больше? То есть логика работает именно так. Это правильная логика. Но знаете, что почему-то швейцарский банк дает именно 4% годовых. И туда кладут люди не бедные деньги. Из нашей страны туда везут миллионы, миллиарды долларов, чтобы свои деньги сберечь. И приумножить при таком маленьком проценте годовых. Наши надувают. О, ждите ответа через год. А мы целый год боимся, что вдруг какое-то утро нам объявят. Банк исчез из земли. Банк обанкротился. И ваши деньги вместе с ним. И мы в шоке. И мы в панике. Знаете, и понимаем, что мы постоянно живем под давлением нестабильности. Вот неуверенности в завтрашнем дне. Мы не знаем на самом деле, что покупать, или какие деньги там собирать, как тратить, куда вкладывать. И знаете, все хотят, по большому счету, как в советское время, в стабильное советское время. Откладывали там денежку детям на учебу, детям на свадьбу. По тысяче, по полторы тысячи рублей собирали там по 10 лет. И были спокойны, потому что знали, что через 10 лет все будет точно так же, как и сегодня. Ну так же или нет? Стабильность. Вот что сегодня очень важно для наших финансов, для нашего материального успеха, для нашей стабильности внутри нас. Вопрос, кто в этом мире сегодня может дать стабильность? Какая банковская система? Какая страна может дать сегодня такую защиту нашим финансам? Даже если взять Швейцарию, я скажу, она не тоже претерпевает определенные кризисы. И не знаешь, чем она завтра может закончиться. Какой-нибудь бунт на корабле, какая-нибудь революция в стране, и ваше счет, ваши денежки все заблокированы. Или же, как в нашей сейчас ситуации между странами, когда многих там олигархов позаблокировали в том же Швейцарском банке, как наш предыдущий президент, у него там были счета, они заморозены. Все, он не может ими пользоваться. То есть вопрос в чем? Я сейчас говорю о системе, которая, по сути дела, должна дать нам определенную уверенность в завтрашнем дне. И я смотрю, что никакая система этого мира этого дать мне не может. Это и логично, и это фактично. Фактически. Мы с вами видим, как это все не работает. И поэтому возникает вопрос, а что же мне делать? И так присаживаемся, а что же мне делать? Как будто зарплата есть, и хотел бы немножко там что-то откладывать. И на какие-то там будущие случаи все такое, а что же мне делать? Я вам скажу, подчините свою жизнь той системе, которая стабильна всегда. Которая никогда не меняется. Которая вчера, сегодня, вовеки же та же. Аминь. А какая это система? Красная. Система Царства Божьего. Бог говорит, либо ты мамоне будешь служить, либо Богу. И вот это наше колебание, а кому же служить? Вот в этом вопрос, что служить деньгам, это их накапливать. Это их сберегать. Это постоянно пытаться их приумножить. Это постоянно их контролировать. Они контролируют нас. По большому счету деньги нас контролируют. Не мы их. Поэтому мы живем в страхе. Потому что они кричат, не трать меня, не трать меня, не жертвуй меня, не сей меня. Знаете, некоторые же посинели даже купюры. Пытаясь убедить нас, чтобы мы их не тратили. Но, впрочем, а когда мы служим Богу, а Господь говорит, ни о чем не переживай. Не заботься о том, что тебе есть, что пить, во что одеться. Потому что этого ищут язычники, у которых длинный язык. Они этого ищут, потому что не знают настоящего источника благословений. Они просто в панике, в шоке, в страхе живут под системой, под давлением этого мира. Они даже не знают, что есть я, который знает твои нужды на завтра. Который знает, как тебе помочь. Он знает, кому в дверь постучать. Который придет тебе и благословит на завтрашний день. Он знает, как открыть человеку нужду твою. Я помню историю, когда у меня был один вопрос такой на тысячу долларов. И мне нужно было эти тысячи отдать в понедельник. В четверг я молюсь и получаю слово от Бога. Деньги уже пришли. И я думаю, Господи, хорошо бы. Аминь. Аллилуйя. Деньги пришли. Вот где они? Ну их нет физически. Короче говоря, и вот я прихожу. В воскресенье приходит. Я же думаю, знаете, как логика моя действует. Кто-то подойдет, кто-то благословит. И все такое. Мне подошли, благословили. Но совершенно не та сумма. Раз в 10 меньше. И я думаю, что-то здесь не то. Наверное, это семя. Беру сею. И понимаю, что здесь как-то... Ну это же не ответ. Если я получил в 10 раз меньше, чем то, что ожидал. Значит, это не то. Значит, мне нужно это все посеять. Ну это же дальше будем об этом говорить. Но вопрос в чем? Мне пришлось одолжить эту сумму, чтобы заплатить в понедельник. Но я точно был уверен, что деньги есть. И думаю, а где они? Значит, Дух Святой знает, где деньги лежат. Через две недели моя секретарь звонит и говорит, пастор, здесь какая-то женщина достает меня. Она просто говорит, что если она с вами не встретится, она умрет. Я думаю, ну я же не хочу быть виноватым в чужой смерти. Поэтому говорю, ну ладно, давай телефон, я позвоню, спрошу, что я... Оказывается, наша бывшая сестра из нашей церкви, она как 10 лет до этого ушла из церкви, ну там по разным причинам. Нормальная сестра, все хорошо, все нормально. И она говорит, пастор Вадим, я не знаю, это просто я сейчас умру. Ну вы должны ко мне прийти, я должен что-то вам передать. Я просто умру, если вы не придете. Думаю, да что ж такое. Прихожу, и она говорит, все, слава Богу, пришли. Идет, бежит в свою комнату и выносит пакетик такой, знаете, подарочный. А я сижу и думаю, а я даже знаю, сколько там. Я серьезно. Я говорю, там вот такая-то сумма, ну тогда еще было по 8 гривен на доллар. Я говорю, там 8 тысяч. Да, откуда вы знаете? Да ты уже две недели назад должна была меня дать где-то все. Она в шоке. Ну я же знаю, что деньги есть. И знаете, это Бог. То есть она решила, что это ее какой-то вымысел. И она потом, как только она приняла решение не отдать, начала колебаться, она ночью не могла спать. Она просыпается с красными глазами. Она не может идти на работу. У нее постоянно в голове, отдай пастору эти деньги. Отдай пастору. Знаете, как наваждение какое-то. Это первый раз в моей жизни. У меня такого раньше не было. Я раньше слышал подобные истории от других людей. Думаю, везешь же людям. А тут у меня такая история. Но вопрос в чем? Я с Богом в этом говорил. Я не пытался найти где-то ответ на другой нужды. Я верил, что если я даже возьму долг, то я быстро верну. Потому что Бог сказал, что он вернет. Эти деньги уже есть для меня. Знаете, я в этом смысле не уповаю на долг, который я взял. Я просто понимаю, что это просто момент перевала. Я точно знаю, что если Бог мой обеспечитель, то у Него есть финансово все мои нужды. Не только на еду и на одежду. Я же не в пустыне живу, где я только ем ману и пью воду. И где одежда не изнашивается. Я мог бы носить эти вещи, например, 40 лет в пустыне. Представляете? И каждый день бы я их одевал. И в принципе, мне было бы хорошо, если бы они не изнашивались. В принципе, нормально. Нормально выгляжешь, правильно? Вот так. То есть, одел утром, вечером снял, утром встал, одел все. Ничего не ломается, ничего не ветшает, ничего не стирается. Все красиво, все. Даже цвет не выгорает. Представляете? Вообще супер. Зачем мне что-то нужно еще искать? И вот вопрос. Бог говорит, если ты избираешь заботиться или служить мамуне, то тогда ты не сможешь служить Богу. И вот этот вот дилемма нужно четко определить. Кому же на самом деле я служу? Кому я служу? Я работаю для чего? Чтобы деньги получить. Чтобы больше денег получить. Чтобы обеспечить свою жизнь. Все правильно, как будто бы правильный ответ. Но только в сердце мы знаем на самом деле, что деньги для нас это источник нашего благополучия. Не Бог, а деньги. И вот это разница. Если гривна может диктовать мне, что мне есть, что мне пить, во что одеться, то кто мое обеспечение? Вы приходите в магазин и вам зла не хватает. В смысле денег. Вы смотрите. Послушайте, вот тест, тест на определение, на кого вы на самом деле уповаете. Вы заходите в магазин и на что вы сразу смотрите? На красную рыбу. Ну, я не об этом. Я говорю, на товар или же на ценник? Сразу на товар. А потом на цену. Ладно, куплю ливерную колбасу. Пожалуйста, два килограмма ливерной колбасы. И буду есть вместе со своими собачками. Все. Решил проблему. И свою, и собачек. Знаете, и вот мы живем вот в таком страхе, что мы хотим иметь лучшую еду, лучшую одежду. Но мы всегда упираемся вот в эти цифры, которые там рисуют. Люди рисуют цифры. И они имеют на это право. Все нормально с этим? Каждый диктует свою ценовую политику. Знаете, вот мы были недавно со Светланой в Европе. Я скажу, мы еще очень хорошо живем в отношении ценовой политики. Мы просто дешево живем на самом деле. Потому что то, что там люди платят, нам этого еще не снилось. Конечно, вы скажете, ну, конечно, у них же зарплаты вот такие. Но, знаете, если человек ползарплаты дает за жилье, ползарплаты, то, я вам скажу, это тоже нормальные цены. Это тоже, ты понимаешь, что, ну, не так дешево жить. Даже если он получает тысячу долларов в той же Чехии, например, это средняя зарплата, то он 10, то есть 50% за это отдает за жилье. Коммуналки, там, всевозможные аренды, все такое. То есть половину. И наполовину он уже все остальное покупает себе. То есть тоже у них есть свои сложности, тоже свои есть. На финансовое давление, все с этим все нормально. Но, конечно же, у них лучшая экономическая система. У них лучшая система. То есть у них, в любом случае, построена ценовая политика так, чтобы люди все-таки не нуждались, как мы с вами нуждаемся. Но у нас все еще в процессе становления. Но наша страна выйдет на уровень процветания экономического. Все это будет по нашей с вами вере, по нашему правоозглашению. Мы же станем финансистами этой страны. Мы станем олигархами этой страны. Аминь. Не олигархами, а олигархами. Знаете, я читаю в Писании, что если кто-то богатеет за счет того, что он делает людей нищими, это проклятие. Этот человек будет копить для того, чтобы потом отдать для благотворительно бедных. То есть, и я поэтому ожидаю, когда наши олигархи все-таки отдадут все, что они наборовали. Потому что ресурсы нашей страны принадлежат нам. Нефть, газ, электричество, воздух, вода. Все это принадлежит государству, то есть нам с вами. Не земле Украина. Территориальное положение. А людям. Как в Арабских Эмиратах. Вы знаете, что рождается в Арабских Эмиратах ребенок. Ему тут же на счет кладут на сегодня. Мне кто-то уже сказал даже цифру 150 тысяч долларов. Ну, была цифра последняя перед этим 40 тысяч долларов. Неважно. Даже если 40 тысяч долларов ребенку кладут на счет при его рождении в банк. В их банк. Который растет в процент каждый год. В итоге, когда ему становится взрослым, в 18 лет, он даже не нуждается в этих деньгах. Потому что у него их вал настолько много, что им просто по большому счету и не надо тратить их. Бесплатное образование, бесплатная медицина. Никаких налогов на торговлю, на бизнес. Ничего такого, чтобы ты гражданин своей страны. И поэтому ты пользуешься вот этими природными ресурсами, как стопроцентный гражданин своей страны. Аминь. То есть ресурсы принадлежат народу. Если бы на украинцев поделили все земельные ресурсы, все природные ресурсы, мы бы с вами так не нуждались, как сегодня. Поверьте мне. Не было бы этих большой разницы между вот этими очень богатыми людьми и очень бедными. Все было бы равномерно, как по Писанию. Но, к сожалению, люди пользуются не божьими принципами руководства в финансовой сфере, а именно своим жадным интересом. Как бы себя больше обогатить. Но это им как бы до времени, да. Хорошо. Итак, Господь говорит, всего этого ищут язычники. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его. И это все приложится вам. Можете ли вы верить сегодня, что все, в чем вы нуждаетесь, приложится вам? 15% посетителей. Послушайте, это очень и очень серьезный и важный вопрос. Можете ли вы поверить в то, что если вы будете искать Царство Божие и Его праведности, то все остальное вам приложится? Знаете, это вопрос не в правильном ответе. Это вопрос в убеждении. В сердце своем. Потому что на самом деле можно сказать правильный ответ. Да, конечно, могу, да. Но, если зайдет вопрос о реальной ситуации, а у вас паника, а у вас страх, а у вас неверие, я скажу, тогда вы на самом деле просто сказали фразу. Да, да. Но, когда вы попадаете в определенную нужду, и вы приходите в место Писания и скажете, «Господь, ты мне обещал в своем слове, что если я буду искать Царство Божие и Его праведности, а это действительно положение сердца, это постоянное положение перед Богом, хождение перед Богом, поиск лица Божьего, искать Царство Божие и праведности Его, то есть это вопрос контакта с небесами на постоянной основе. Это не так, что вспомнил о Царстве Божьем в воскресенье, когда пришел в собрание. А все остальные дни живешь в суете, в заботах, в переживаниях, и даже не думаешь о Боге и о Царстве Божьем, а потом приходишь, «Бог, где же обеспечение?» А он говорит, «А ты не ищешь даже меня». То есть не обеспечение нужно искать, а Царство Божье. В этом есть разница. Знаете, Бог не обманщик. Люди обманывают. Может быть, поэтому мы Богу не доверяем, что мы людям уже перестали доверять. Банковской системе перестали доверять. Поэтому приходим к Богу с опаской. «А как я могу доверить Ему свои финансы? А как я могу поверить, что Завтра даст мне воду, еду, одежду, все, что я нуждаюсь? А как я заплачу за учебу своего ребенка? А как то все?» Знаете, эта паника не от Бога пришла. Эта паника пришла от нашего горького опыта этого мира. Но если мы выбрали систему Божьего Царства, то у нас не должно быть паники. Аминь. Ну, легко сказать, скажете вы мне. Легко сказать, пастор Владимир, что вот так все должно работать, все хорошо, но что-то у меня не работает. А я скажу, что, наверное, все-таки не в Боге проблема. Почему? Потому что вы можете все подтвердить, что Бог многократно являл свою славу в вашей жизни. В исцелении, в своевременной помощи, посылал людей в свое время правильно, ангелов посылал кому надо. То есть, как-то все устраивалось, а почему-то в финансовой сфере у нас такой стопор, такой тупик. Вопрос в чем? Конечно же, если вы думаете, что Бог на прихоти нашей отвечает, или же «хочу-хорчо», а что борщ подали, например, да? Ну, то есть, это вопрос такого уже, будем говорить, излишества, что ли, или же то, что нам на самом деле, то, без чего мы можем обойтись, там, возможно, и не надо, или как бы можно и, как сказать, увидеть, что Бог не ответил именно так, как вы хотели. Я по-большому, больше даже скажу. Когда люди ставят Бога в такой вопрос, почему ты мне не дал, или почему ты мне не ответил на мою молитву, тогда задайте себе вопрос, а вы уверены, что то, что вы просили, будет вам в пользу? А вы уверены, что то, что вы требуете от Бога, принесет вам благо? Потому что иногда мы можем требовать, или просить у Бога то, что нам, может быть, повредит, в конце концов. Я сегодня упоминал некоторые цифры, как миллион и так далее. Люди думают, что в этом счастье. Я могу спросить, а сколько вам денег надо для счастья? Вы можете сейчас нарисовать себе цифру в голове, я вам скажу, а это вам не поможет. Деньги, счастье, не куют. Вы поймите, что мы не можем называть счастьем то, что мы можем накормить себя, одеть, это нормально и естественно для народа Божьего. Это не должно быть даже нас объектом такого особого внимания. Есть, пить, одеваться, держить и так далее. Почему? Потому что Бог сказал, что он об этом печется. Он показал на птиц, показал на траву полевую, упомянул Соломона и упомянул язычников. Он говорит, вам этого не надо даже. Вам этого даже переживать не надо. Все. Поэтому, а о чем же мне тогда думать? О, правильный вопрос. Христианину, который с едой, с одеждой, с жильем, с образованием, с коммуналками, с отдыхом, о чем ему думать? Но все начинается с Царства Божьего, а не наоборот. Знаете почему? Потому что если Бог даст нам, ну допустим, даст финансовый избыток до того, как мы научимся думать о Царстве Божьем, то когда деньги станут, будем говорить, объектом нашего счастья, или же основанием нашего счастья, то нас в церкви потом не найдешь. Вот она геометрия. Понимаете, о чем я сегодня говорю? То есть мы просим иногда у Бога вот такого, вот столько, вот так вот. И знаете, а Бог думает, я не хочу тебя потерять. Я не хочу тебя потерять из моего вида. Потому что придется кричать, как в Эдемском саду. Адам, ты где? Или где ты? О, знаешь, Господи, у меня бизнес появился, у меня вот уже козочки там за мной бегают, надо их всех кормить, надо там все строить, все такое. Бог скажет, слушай, дорогой, да ты ж уходишь от меня. С каждым днем все дальше. Я помню одну историю, мне рассказывал один пастор, женщина ходила в собрание, сидела на первых рядах, там молилась о спасении своего мужа, так знаете, так провозглашала его спасение, даже говорила, на это место не садитесь, здесь будет мой муж сидеть. В общем, в итоге, в итоге муж пришел, она радовалась этому, потом он умер, и потом пастор начал замечать, что эта женщина начала пересаживаться все дальше и дальше. Со второго ряда на десятый, с десятого на тридцатый, в итоге она перестала вообще ходить в церковь. Все, причина почему? Потому что она унаследовала его состояние, она унаследовала его деньги. И в итоге она исчезла из церкви. Вопрос, так тогда ей не спасение мужа нужно было, а просто финанс, которого он, возможно, ей не давал, сколько она хотела. И поэтому, когда она увидела возможность, для нее это стало все ответом на все ее проблемы. Я еще раз задаю вопрос, что вы будете делать, когда у вас не будет никаких проблем? В вопросе финансов. Это только на первый день. Правильно это, ну, это правильный ответ. Потому что Бог сказал, всегда помни. Но всегда ли помни. Знаете, когда Бог так предупреждал свой народ, то он же, наверное, понимал, что люди же такие есть. Что когда у них будет много всего, то они забудут, что это Бог им дал. Ладно, может быть, кому там сверхъестественно пришло там жилье, там поля, а у них у всех было сверхъестественно, по большому счету. Потому что когда евреи вошли в землю обещанную, они не строили домов там, они уже поселились, дома готовы. Они не сажали виноградники, они там уже были. Они не сажали поля, пшеницы, они там уже были посажены. То есть они пришли на готовые. И поэтому Бог говорит, «Только помни, до того, как вы идёте туда, вот когда у вас ещё ничего нет, вот давайте допустим, вот сегодняшнее ваше положение в финансах, вот сегодняшнее положение в жилье». И я вам говорю, друзья мои, в течение года ваша жизнь очень сильно изменится в лучшую сторону. В материальном плане. То есть вы получите больше, чем даже вы ожидаете. Потому что тому, кто действующий на силой, может сделать несравненно больше того, о чем мы просим, о чем мы помышляем, тому славу Церкви Христе Иисусе. Аминь. И я говорю, что ваша мечта станет реальностью в этом году. Вы получите повышение по работе, или вы свой бизнес откроете. Вы сможете купить свой дом, мечты своей. Вы сможете купить машину, которая вам необходима. У вас не будет проблем вообще, чтобы заходить в магазин и не считать деньги, в принципе. Знаете, хотелось бы зайти в магазин и накладывать в корзинку столько, сколько просто вам хочется. Единственная просьба, не ходите голодными в магазин. Потому что дома обнаружите намного больше лишнего, чем это, что вы планировали. Послушайте, внимание. Я говорю вам сейчас, только помните, что когда-то придет, чтобы вы не забыли, что это Бог вам все дал. А что значит не забыл? Чтобы постоянно благодарить каждый день Бога за то, что у вас есть. Я знаю точно, что евреи слушали это все и думают, вау, конечно, 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 я буду благодарить Бога и за дом, и за виноградник, и за все, что у меня будет, и за золото, серебро, и за медь, и за железо. Аллилуйя, слава Господу! И думаешь, а что Бог тогда предупреждал об этом? Потому что Он знал натуру человека. Он знает до сих пор нашу натуру. Он знает, насколько мы легко можем уклониться в материализм. Насколько легко мы можем подумать, что мы такие умные, оказывается, что построили свой бизнес такой хороший. Что у нас столько клиентов, потому что я рекламу хорошую дал. О, какой ты молодец! Мы иногда недооцениваем участие Бога в нашей жизни. И мы думаем, что если что-то подфартило нам, то это мы. А Бог потом говорит, слушай, а как насчет, ну, хоть спасибо сказать? Как насчет вспомнить, что все-таки я там поучаствовал? Ты же просил у меня две недели назад. И ты вот получил. А, ну да, Господи, да, 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 точно, было дело, было дело, да, Господи, смиряюсь, каюсь. А отрекаюсь, аминь, это ты и все, Господь. Ну, я же тоже там участвовал. Ну, сто процентов. Ты просто подписал бумаги. Аминь. Ты просто согласился принять это все. Ну, в общем, в любом случае, мы с вами идем дальше. Наш фокус должен быть не на финансах, и не на еде, и не на одежде, и не на всем том, что нам нужно на каждый день, а на Господе и на Его Царстве. Это тоже вопрос выбора. Это не так, что легко, знаете, научился думать о Боге, о Его Царстве, за все благодарить, вот так автоматически. Я вам скажу, нам нужно учиться благодарить Бога. Нам нужно думать о Боге намного чаще, чем мы думаем на сегодняшний день. Если вы подумаете, или сможете посчитать, сколько вы тратите времени на то, чтобы думать, где достать деньги, как прокормить семью, как отучить детей, как получить какое-то образование, как получить какое-то исцеление, и сколько в процентном соотношении вы думаете о Царстве Божьем, то я вам скажу, вот там ваше сокровище. То есть нужды для нас сегодня являются объектом нашего особого пристального внимания. А Бог ревнитель. Он хочет, чтобы мы о нем больше думали. А ты обо мне хоть вспомнил сегодня? О, да, Господи, когда мне надо было 20 гривен, а тебе вспомнил. Друзья мои, это не тот случай, когда нужно о Боге вспоминать, когда тебе только 20 гривен нужно. Но вопрос, когда мы думаем о Царстве Божьем, когда мы выбираем Бога как объекта нашего внимания, как источник наших ресурсов, источник наших благословений, я скажу, меняется внутренний мир. Мы начинаем уповать не на систему этого мира, как я уже сказал, а на Бога и Его систему, о которой мы с вами будем говорить и завтра, и послезавтра. Потому что система Царства Божьего отличается от системы этого мира в своей концепции вообще, в своей этимологии, я бы сказал даже так. То есть мы с вами не можем говорить о системе Царства Божьего, как-то подразумевая систему этого мира, потому что это совершенно иные миры. Здесь правят люди со своими желаниями быть богатыми, быть успешными, несмотря на цену, завладеть чем угодно на этой земле. То есть люди, построившие систему этого мира, они пропускают все через призму своего восприятия и своей выгоды. Понимаете, да? То есть, например, когда вы идете в магазин, вы 100% уверите, что цена там правильная? Не всегда. На рынок идете, вы 100% уверены, что вес там будет правильный? То есть мы на подсознании знаем, нас хотят надуть. Мы где-то уже подразумеваем, что люди хотят на нас заработать. Те 2 гривны, которые они нам наварят на мне, они будут чувствовать себя победителями. Такими счастливыми людьми, не понимая, что через короткое время им придется заплатить 2 тысячи впустую, просто выбросить на решение какой-то своей проблемы. Они не знают этого. Они думают, что они как раз вот для этого и накапливают, обманывают людей, чтобы такие проблемы решать. А в Царстве Божьем такие проблемы могут и не случиться. Поэтому обманывать никого не надо. Поэтому и мы общаемся или служим людям четко. У нас не должно быть, знаете, как пишут на пачке, цены те же, а граммы другие. Знаете, как сейчас, раньше же мы килограмм покупали, крупы, и цена. А сейчас 870 граммов, или 820. Плюс-минус 20-30 граммов. И думаешь, угу. А давайте посчитаем на минус 20 граммов, на 100 пачках. Сколько это будет уже? А? Кто у нас в математике? Тут есть бухгалтеры? 20 граммов умножаем на 100. Сколько это будет? 2 килограмма. 2 килограмма – это уже нормальные деньги. Это просто на том, на… Они же говорят, мы же честно написали. Плюс-минус 20 граммов. Честно написали. А на сахаре минус 50 граммов. Плюс-минус. Нормально. Нормальная вот арифметика. Так вот, вопрос в чем? Это строит, нас подчиняет себе система этого мира. И знаете, как правильно? Не взвешивать и не бояться. Как Павел сказал, когда что-то покупаешь на рынке, не исследуй это. Как вам такое нравится? Вау! Как это? А вдруг меня надули? А хотите другой вариант? А вы сидите и настолько наедитесь, а у вас еще и останется. А еще и будете черпать, и не вычерпаете. Почему так не верить? Да, он надул вас. Да пусть это будет ему. Ну, вы же честно покупали, заплатили за такую цену, за такое количество, как мне положили. Но вопрос в чем? Что я могу увидеть, когда я увижу, что меня обманули? Я пойду разбираться. Я буду видеть негативный взгляд в мою сторону. Не извинения, а еще и проклятие в мой адрес. Да иди отсюда, кто ты такой вообще и все такое. Да все там нормально. Мне детей кормить надо, у меня их 15 штук. То есть я должен кормить их детей. То есть вопрос в чем? Надо ли мне вот эти разбирательства? Вопрос. Павел сказал, Дух Святой сказал, когда покупаешь, не исследуй. Взял, поверь. И если там не хватает 300 граммов, можешь поверить, что они добавятся, пока ты дойдешь домой. Все возможно. Друзья мои, в нашей церкви есть чудеса умножения денег. У нас была реальная история, и не одна, когда в ведре умножались деньги. Да, да. Мало того, буквально перед Новым годом было умножение денег прямо в купюрнике. Как он называется? Портмоне. В бумажнике. Потому что было пророческое слово. Алло. У кого же? Так это мы знаем даже у кого. Да, да было. Это наш служитель, наш капеллан, у него оказались там деньги, которых он туда не клал. Потому что он поступил по вере, ну в общем, может быть, чуть позже об этом расскажу. Вопрос в чем? Когда мы говорим о Царстве Божьем, то в Царстве Божьем одним хлебом можно накормить тысячу человек. Когда мы говорим о Царстве Божьем, то одной ложкой масла и горстью муки можно кормиться целый год. Когда мы говорим о Царстве Божьем. Мы можем перепелов столько наесться, что через ноздри полезет. Ну так же написано в Библии, что ели так, что уже все влезло со всех сторон. У них постучился птичий гриб. Боялись кашлят. В общем, ладно. Отношения с Богом должны привести нас в покой в отношении обеспечения. Услышьте эту фразу. я хочу ее записать. Это работает вообще? Смотрите. Отношения с Богом должны привести нас в покой в вопросе обеспечения. Обеспечение. Вы слышите? Слово обеспечение. Обеспечение. Это значит, что у нас не будет ни в чем нужды. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он не сказал, Господь, пастырь мой, я буду миллионером. Я ни в чем не буду нуждаться. Это вопрос обеспечения. И это должно вести нас в покой. Отношения с Богом. Если они есть, мы должны прийти в момент полного покоя. Без страха жить. Знаете, когда у нас появились возможности покупать в кредит товары, у людей появилась паника. Надо же купить такой же телевизор, как у соседа. Или как у моего брата. Или вот этот трехэтажный холодильник. Или еще что-нибудь там в квартиру. И знаете, начинается вот эта суета внутренняя. Послушай, ну если у тебя есть уже что-то, как холодильник, например, или там микроволновка, или что-то еще, то ты, не нужно тебе стремиться такой же, как у того. Будь доволен тем, что у тебя есть сегодня. Но если это придет в негодность, будь уверен, что Господь усмотрит, чтобы это тебе поменять. Либо ты получишь дополнительную зарплату или премию, например. Либо ты найдешь тысячу чего-то там на дороге. Знаете, друзья, у меня столько историй есть по поводу находок. Хорошие истории. Я помню, когда мы только уверовали, только уверовали. И я работал тогда еще, ну приехал в город сельской местности, ну у меня практика была после института. И потом мы вернулись в город, в Днепропетровск. И был такой сложный период, когда нужно было жить. Я жил каждый день по вере. То есть каждый день мы не знали, что будет завтра. И вот уверовав, мы начали учиться, учиться жить по вере. На каждый день. И я помню, когда я сел в троллейбус, ехали, по-моему, на служение ехал, или со служения, не помню точно. И знаете, ставлю сумочку там, вот такие с кресла, спинками друг к другу. И вот я под заседение ставлю сумочку, и смотрю, там лежит какой-то сверточек. Что-то скручено. И знаете что? Я точно знаю, что это гроши. Вот слово знания такое было. Я посмотрел, никто не ищет. А утром же я просил Бога об обеспечении. Я, естественно, когда брал сумочку, я взял и этот сверточек. И когда я открыл, я увидел там 60 долларов, в три двадцатки. Я думаю, ого! И это 93-й год, друзья мои. И это было много. Я вам скажу, таких подобных случаев, конечно, было не так много, именно так вот находил. Но, я знаю, что это было в тот момент, когда мне это было нужно. Мой друг, с которым я учился в библейском институте, он закончил вместе со мной библейский институт, живет в Киеве, и он арендовал квартиру. Он только женился, молодая жена, все такое. И вот утром он просыпается с пониманием, что ему нечем заплатить за жилье, то есть за аренду квартиры, за еду, там платить какие-то счета. И он с Богом разговаривает на основании этого местописания. Он говорит, Господь, ты сказал, что я не должен переживать за то, что есть, что пить, во что одеться, то есть мои нужды должны быть обеспечены. И я хочу искать твоего царства, пожалуйста, позаботься обо мне. А Бог у него спрашивает, Дух Святой спрашивает, а сколько тебе надо? Вот интересный вопрос, правда? Вот вопрос сейчас у вас спросить, сколько тебе надо? Например. И вот эти цифры, не рисуйте себе в голове лишние цифры, они не нужны вам. Вопрос обеспечения, это вопрос, вот ответа на ту нужду, которая сейчас существует. И он посчитал приблизительно, говорит, Господи, мне надо 160 долларов. Он говорит, ну нормальная цифра для 95-го года, мы закончили институт, в 95-м году. И он говорит, я попросил Бога, он говорит, Господи, мне надо 160 долларов. И пошел на работу идти, пришел на остановку, на маршрутку ждать. Я отхожу, молюсь на языках, отошел немножко в сторону, там люди стоят, я в травку зашел, молюсь, смотрю, лежит зеленое. Меня ждет. Подымаю, сколько там было? Десятка. Чуть дальше 50, а чуть дальше 100 долларов, 160 долларов. Нашел в траве. Вы скажете, это кто-то полинял на 160 долларов, это, ну, кто-то потерял, у кого-то там дети плачут за эти деньги. Знаете, нам не нужно так думать, если ты попросил у Бога об этом. И тем более, что, знаете, было бы глупо поднять, сказать, кто потерял 160 долларов? Я думаю, нашлось бы человек 5, наверное. И все потеряли точно эти купюры. Поэтому, знаете, когда ты находишь, как ответ, то не бегай, не кричи, кто потерял. Зонтик можете отдать. В соседний магазин. Потому что деньги, это такая вот разменная валюта, которую не обязательно кто-то подтвердит, что он потерял. В общем, бывают разные случаи. Если у человека из кармана выпали деньги, вы это увидели, не присваивайте себе. Не говорите, о, Господь, спасибо тебе, ты ответил мне на нужду. Аллилуйя. Я думаю, это будет не честно, неправильно и недуховно. Лучше, наоборот, подсказать, вы потеряли, и Бог вас любит. Аминь. Кошелек там, или что-то еще, если вы это увидели, или там вам передали деньги в магазине лишние, не радуетесь, что это вас Бог благословил. Вот, лучше сказать, вы им передали. Знаете, кстати, вот история живая, вот буквально на днях, когда мы были вот в Париже, и мы встретились с нашими друзьями, Джулис Букет и Дебора. И они нас, ну, в общем, послужили нам очень сильно в Париже, они там много лет уже, приезжают, живут там, трудятся, проповедуют. В общем, мне рассказали одну историю. Как-то пришли, они в один ресторанчик, на улице сели, и им принялся счет, и в итоге, мы видим, что там не хватает, то есть мы съели, ну, больше, а там не хватает одной позиции на 45 евро. И говорит, мы зовем официантку и говорим, слушайте, здесь неправильно в счете. Она испугалась, что здесь неправильно? Она говорит, вы не дописали на 45 евро, значит, там продукт, ну, блюдо. Она, знаете, выходит администратор, что случилось? Он говорит, да вот так и так, в общем, вы не дописали одно блюдо. Он говорит, вы кто такие? Вы знаете, у нас это первый раз за всю жизнь нашего кафе, чтобы кто-то решил вернуть деньги. Короче говоря, второй раз они приходят, повторяется история, и они опять зовут официант, и уже выходит сам хозяин ресторана. И говорит, слушайте, это невероятно, говорит, у нас обычно, ну, когда мы, не дописали, уходят, и все. Это вы единственные, которые так поступаете? И он зовет их в специальное место, в какой-то подвал, где собираются избранные люди Парижа, служат джаз-музыку. Он показал им тоннели с этого ресторана прямо в Нотр-Дам-де-Пари, где там раньше ходили какие-то посыльные. То есть, показал им шедевры, такие, которые обычным людям недоступны, только за то, что они так поступили. Естественно, было Евангелие, естественно, сказали о Христе, и, знаете, думаешь, вот это правильно, когда так мы поступаем. Не надо себе присваивать все, что упало, но вопрос в том, что если Бог отвечает на молитву, и, естественно, ты понимаешь ситуационно, что отдавать некому, и бесполезно кричать, кто потерял 160 долларов, значит, ну, тогда это ваше благословение. Когда я помню, я шел как-то на ночную молитву сюда и хотел посеять, мы по ночной молитве сейли деньги в пробуждение все, кстати, в пробуждение сейли, аминь. Вот, и иду, представьте, а у нас еще свет не горел на улицах, иду с своего дома, денег не было вообще дома, вот был момент, когда, ну, финансово не было, иду, и говорю, Господь, я так хочу посеять в пробуждении, дай мне, пожалуйста, денег, кстати, у меня идти всего лишь тут полкилометра. Вдруг, вижу, в кустах, как будто кто-то светит фонариком, лежит двадцатка гривен. Я радуюсь, в темноте, как будто у меня открылось зрение, как у кошки. Я беру эти деньги, прихожу, естественно, что я их посеял, но у меня же не осталось дома денег, все равно. Знаете, я бы не потратил эти деньги на себя, потому что я попросил у Бога дать эти деньги на пробуждение. И когда мы сегодня видим результаты нашей работы, нашего служения, я не удивляюсь, потому что были и мои семена там тоже. Аминь. И я всегда этому учу, чтобы мы с вами не думали, что деньги нужны только для еды. Деньги нужны для серьезных духовных актов веры. Это такой инструмент, который вы в конце этого семинара начнете применять совершенно по-другому, я уверен. Потому что, научившись в вопросе финансов, потому что деньги, это не есть обеспечение. Аминь. Деньги не есть обеспечение. Деньги это восполнение наших потребностей, или же не восполнение даже, а ресурс к восполнению наших потребностей, земной ресурс. Тогда скажу, мы поймем, что финансы требуют определенного подхода и очень тщательного. Потому что Бог исследует наше сердце в отношении нашего отношения к финансам. Очень серьезно. Ведь не зря Господь говорил, верным малым будет верен и в большом. Неверным малым не будет верен и в большом. Поэтому Господь, прежде чем доверить нам что-то больше, проведет нас через множество тестов в малом. Аминь. Может, вы застряли уже в какой-то своей позиции в течение многих христианских лет. Вы скажете, да я уже и так, и сяки пробовал, и по-разному. Если у вас не было откровения финансов, вы практически еще не начали жить с умением пользоваться своими финансами. Поймите, о чем я сейчас говорю. Есть, будем говорить, такой аматорский или дилетантский подход к финансам, а есть профессиональный. Знаете, экономисты не верят на слово, они верят на букву, то есть на цифры. То есть люди не должны с вами, мы не должны с вами вот так легкомысленно, как с голову взбредет, как дух поведет. Знаете, это есть моменты, как дух ведет, но, как правило, мы с Духом Святым планируем что делать. Мы не просто спонтанно, пришел на собрание, ничего не приготовил, а там как дух поведет. И знаете, еще не факт, что Дух Святой тебя поведет. Потому что в голове бывают другие духи, там летают. Потому что дьявол тоже не дремлет. Когда он хочет обворовывать церковь, он в первую очередь обворовывает человека в желании давать. Чтобы вы понимали. То есть человек веры не живет чувствованиями только. Человек веры живет на основании планированного действия. Это шаги веры, которые мы применяем, как раз являются подтверждением наших взаимоотношений с Богом. Да, мы можем спросить у Бога, Господь, сколько? И я это делаю. Потому что это нормально, когда я спрашиваю у Бога, сколько? Но есть у меня и определенные, будем говорить, уже утвержденные шаги в моей финансовой жизни, которые имеют свое постоянство, многолетний опыт. И я сегодня не удивляюсь, когда у меня постоянно вовремя приходит обеспечение. Я не говорю деньги, я говорю обеспечение. Потому что финансы не всегда приходят из одного источника. Они могут прийти с разных источников. И обеспечение может прийти с разных источников. Но я должен быть уверен, что это придет. Если у вас есть страх, что обеспечение не придет, значит у вас есть проблема или провал в отношениях с Богом. Точно так же, когда вы не уверены, что Бог услышит в вашу молитву. Потому что у вас есть какой-то андеграунд. То есть у вас есть какая-то проблема в вашем характере, в грехах, в какой-то нестабильности. И вы боитесь, что Бог вдруг решит не обеспечить вас. Знаете что? Хотите откровения? Бог пообещал, что будет обеспечивать нас независимо от наших провалов, несовершенства. Мы не можем быть совершенными настолько, чтобы сказать «Все, вот теперь все, теперь Бог точно мне должен». Знаете, Бог никогда никому не будет должен. Потому что Он дает нам по своей милости. Мы прощены не по делам нашим. Мы спасены не по делам нашим. Не по нашим действиям, а по Его великой любви, милости и благодати. Поэтому точно так же, если Бог даровал нам спасение, прощение грехов, то и в вопросе обеспечения Он сказал «Не забудься, что тебе есть, что пить, во что одеться, потому что этого ищут язычники». Тогда возникает вопрос, возможно, у кого-то. Тогда почему в моей жизни бывают моменты, когда мне нечего есть? А есть такие люди здесь, у кого бывают моменты, когда у вас нечего есть? Нет, нет, поднимите рук. Нет, нет, поднимите рук. Один человек, один человек, второй человек. Бывают моменты, когда у вас нечего есть. Нечего есть, нечего пить, нечего одеться. Так я вам скажу, эти случаи нужно разобрать. То есть не пропускать это как должно. Потому что здесь кто-то вмешался. Я уверен на миллион процентов, что так не должно быть с детьми Божьими. Библия учит нас, что праведник не должен стоять с протянутой рукой. Когда люди стоят на поприще, на паперти, точнее, на паперти, просят денег и говорят, как они говорят, ради Господа? Нет, Христа ради, да, пожертвуйте Христа ради. То я всегда говорю, вы знаете, если вы верующий человек, у вас не должно быть такого положения в жизни. И, знаете, возникает тогда вопрос, ну а что же у меня возникает? Послушайте, я бы мог ответить вам, если бы я был Богом. Но я не Бог. Но если вы с ним поговорите, то он наверняка вам покажет проблему. То есть кто-то блокирует ваше благословение. А возможно люди, не обученные в церкви, благословляют друг друга. А это тоже вопрос воспитания христиан. Потому что в нашей церкви люди обучены. И продолжаем мы обучать, напоминать об этом, что делитесь тем, что у вас есть. Ведь вопрос делиться с неимущим, это вопрос не столько мира сего, сколько божественного устройства. Потому что завтра мы с вами поговорим о круговороте финансов в природе. И вы поймете, что очень важно, чтобы каждый из нас был вовлечен в этот круговорот. Мы не можем с вами ожидать какого-то там, не знаю, излияния дождя, если никто не даст туда воды. Понимаете, да? То есть, но мы об этом поговорим. Но вопрос в чем? Это самое малое, что Бог обещал. Еда, вода, одежда. Это обеспечение. Значит, что Павел говорил, имея еду, или пропитание и одежду, будем довольны этим. Поэтому я не могу вас обвинять, что вы что-то не так делаете. Это неправильно будет. То есть, никто не виноват, что если у вас, ну, из нас всех, что если у нас не пришли там ни деньги, еда, одежда. Потому что это самое малое, что Бог может или обещал делать в нашей жизни постоянно. Я рассказываю вам историю. Когда мы приехали сюда, в Каменской, в бывший Денпродзоржинск, в 96-м году, 1-го марта, мы приехали абсолютно без ничего. То есть, мы приехали с Клунками, с Днепропетровска, мы были лишены любого финансового обеспечения, поддержки. И мы приехали сюда, и какое-то время мы доедали то, что оттуда привезли. И вдруг, знаете, ну, не вдруг, а мы молимся, и говорит, Господь, спасибо тебе за обеспечение. Нам звонит сестра одна из церкви, там, где мы раньше были. Говорит, можно к вам в гости приехать? Да, пожалуйста. Это был конец первого месяца, это было начало апреля. Да, пожалуйста. Они приезжают и привозят нам торбы, еды. Клунки, клунки, клунки. И знаете что? И денег еще дали. И месяц мы ели то, что они нам привезли, и тратили то, что они нам дали. Ровно на месяц этого хватило. Знаете что? Они больше никогда к нам не приезжали. Никогда. Они никогда больше не предлагали нам еду, деньги. Никогда. Это было единственный раз. А я могу смотреть. О, как они раз уже приехали, но может быть еще раз они приезжали. Господи! Напомни им! Мы нуждаемся. Никогда не ставьте у себя схему, как Бог вас благословит. Это ловушка. Потому что надежда на человека, упование на человека, это сеть для его ног. В этом-то и есть тогда показатель, на кого на самом деле вы уповаете. Кто ваш источник. А если вы к Богу взываете, то будет как у Софии Жукатанской. Испытание. Кто знает Софию Жукатанскую из Киева, она была раньше пастором. И она рассказывает историю, как она устроила для многодетных матерей праздник на уровне Киева, на уровне страны. Там нашла фирму бизнесменов, которые оплатили все это представление. Дали подарки всем этим женщинам. А там было больше, около, ну, несколько тысяч женщин. И она идет домой, счастливая, с цветами в руках и понимая, что у нее дома дети, сыновья, а нечего кушать вообще. Вот был момент испытания, очень серьезное испытание. И она идет и плачет. Говорит, Господи, ты дал мне устроить такой рандиозный праздник для матерей многодетных семей. Ты дал мне столько подарков им дать. Говорит, я ничего себе не взяла. А у меня дома есть нечем? Говорит, я прихожу домой, открываю дверь, выходит сын. Говорит, мама, я тут муки нашел и испек лепешку. Говорит, я беру эту лепешку, она как камень. Потому что, ну, он не умело испек. Говорит, я начала плакать, просто на взрыд. Говорит, Бог, ты сказал, что мы не будем никогда нуждаться. И, говорит, начали благодарить Бога за эту лепешку. Гусарь там есть, все такое, в общем, со слезами. И вдруг в конце молитвы звонит кто-то в дверь, открывается дверь. И стоит сестра, говорит, пастор София, вы меня извините, знаете, вот как-то так, может быть, вам это не надо. Ну, я вот проходила мимо магазина, услышала запах свежего хлеба. И думаю, куплю себе домой хлеба. А когда пришла покупать, решила купить и вам занести. И вот я принесла вам свежий хлеб. А она говорит, я еще больше в слезы, Господи. Я говорю, это был последний момент, когда мы так нуждались. Больше после этого никогда не было. Знаете, это было такое испытание, а мы должны пройти. Послушайте внимательно. Бог говорил своему народу такие интересные вещи. Как только они вышли из Египта, они три дня были в голоде и в жажде. То есть у них был пост такой сухой. И мы читаем. Бог говорит, вот послушайте, это так, ну, поверьте мне на слово, что это в Библии написано. Если хотите, найдете. Просто я не подготовил, это не записал. Но, он говорит, я морил вас голодом и жаждой. Три дня всего лишь. Чтобы увидеть, что у вас в сердце. Представляете? То есть Бог допустил это испытание, чтобы увидеть. Если христианин не получил там картоху свою вовремя, начинает роптать. Да все, зачем мне такая вера? Все, пойду воровать, пойду там зарабатывать, там шпалы буду вкладывать. Все, там, в общем. Знаете, думаешь, ага, так значит ты Бога вообще не знаешь. Ты, знаешь, просто, ну, ты пошел к Богу, чтобы он тебя обеспечивал. И все. Но вопрос в чем? Такие испытания возможны. Возможны. Но, это не нормально, если это становится правилом жизни. Поймите, о чем я сейчас говорю. Когда мы будем с вами изучать круговорот денег в природе, то мы поймем, что есть и наша толика, или наша часть того, что мы призваны делать в этом вопросе нашего благословения тоже. Хотя вопрос обеспечения, это безусловная тема. Безусловная. Бог не говорит, я буду давать тебе еду и одежду, если будешь десятины приносить, если будешь верен, там, в даяниях, там, пожертвования, там, партнерские давать, что такое. Ну, знаете, Бог так не сказал. Он сказал так. Ищите прежде царство Божьего и его праведности. То есть стремитесь жить праведной жизнью, стремитесь угождать Богу, общайтесь с Ним, ищите Его лица, изучайте Его описание. Вот что значит искать царство Божье и праведности Его. Все остальное вам приложится. И это вопрос обеспечения. Я не говорю сейчас еще, это только лишь обеспечение, я говорю сейчас о вопросе избытка. Мы к избытку придем в будущие дни. Мы придем к этому обязательным. И вы станете процветающими людьми к концу этого семинара. Потому что у вас поменяется мышление. Потому что вы станете в систему Божьего Царства, в систему обеспечения. Вы, ну, я помогу вам это все сделать. Потому что на самом деле это работает, это действует, это сегодня есть факт в этом мире. Знаете, люди неверующие иногда приносят десятину в Царство Божье. У нас есть один случай, ну, у нас он, как Ольга, все, он отдавал десятину еще до покаяния. Но у нас есть один брат сегодня уже в Церкви, уже сегодня брат во Христе, который начал давать десятину своей маме, которая ходила в нашу Церковь. Потому что он занимался бизнесом, и он даже какое-то время рекламу нашей Церкви на билбордах за его деньги мы цепляли. Представляете, я его не знал тогда еще. Просто она приходит, сестра говорит, мой сын оплатил на следующий месяц еще рекламу. А мой сын вот десятину передал. И знаете, думаешь, нормально вообще, человек еще не верующий. С Богом еще отношений нет, а он уже в это верит. А он верил в то все всегда, что это работа каким-то образом. Сегодня, я скажу, у него все по-другому. Он сегодня духовный человек, он знает по-другому эти принципы, и он ими пользуется уже профессионально. Аминь. Мы не работаем с Богом, ты мне, я тебе. Мы работаем по его принципам. То есть у него есть принципы, которые он изложил в своем слове. И если мы возьмем это за правило своей финансовой жизни, то я вам скажу, у нас будет свидетельство за свидетельством. У нас реальная будет стабильность в нашем росте. Не только там стабильность в доходах. У нас будет рост. Аминь. Потому что мы люди веры, которые не просто жертвуем с барского плеча на Царство Божие. Мы не должны так жить, как, знаете, как будто меценаты. Здесь есть меценаты, богатые люди, которые сегодня, ну, там, знаете, денег куры не клюют. Потому что куры золотые. Ну, в общем, пока еще нет. Пока нет. Поэтому мы не должны думать, что я пришел в церковь, дал свои 20 копеек. И думаю, какую я обогатил церковь. Друзья мои, мы прежде всего должны помнить, что в Царство Божие мы даем ради своих благословений. В будущем. Мы это должны тоже понять. И придем к этому тоже. Потому как мы верим в сеяние и жатву. Я верю в сеяние и жатву. Всю свою христианскую жизнь в это верю. И знаете, у меня есть тысячи, не побоюсь сказать слова, тысячи свидетельств, как Бог обеспечивал меня в разных случаях, в разных обстоятельствах, через разных людей, через разные источники, даже через неверующих родителей. Я скажу, кто-то думает, ну, как вот родители, там, неверующие, все такое, и как они могут стать источником благословения. Я рассказываю нашу историю. Вот мы приехали сюда, и мы приехали в квартиру моих родителей. Неверующие. Нас там обзывали за нашу веру. Мои жены постоянно смерти желали. И прочие-прочие вещи. Матюкали и все такое. А мы же едим из их холодильника. Ну, больше же нет куда брать. Ну, берем очень так скромно, потому что понимаем, что за всем этим стоит упрек. Ну, впрочем, я пришел к Богу, говорю, Господь, Ты сказал, что мы будем давать. Мы будем в голове и не в хвосте. Мы будем благословлять. Я не хочу есть из холодильника этих халдеев. Знаете, ну, я даже так его позвал. Вот. И вдруг Дух Святой мне говорит, представьте, я такого даже не думал. Говорит, я кормил Илью воронами. А тебе какая разница, как я тебя кормлю? И я понял, что холодильник, говорят, родители. Это мой холодильник. Все, что там ешь, есть без разбирательства. Только не все пей, потому что там не все было полезно. И поэтому вопрос обеспечения, мы можем столкнуться в определенный момент. Знаете, это на короткое время. Вот такой момент, как у вас, возможно, был, что вот не было чего есть. Но знаете что, вы можете иметь право прийти к Богу, сказать, Господь, Ты обещал. Значит, кто-то протормозил, извините за выражение, из верующих людей. Кто-то не услышал голос Божий. Кто-то прошел мимо вашего дома. Кто-то не отреагировал на Духа Святого. И у меня есть примеры, когда мой родной брат, который в свое время занимался бизнесом, это был один период тяжелый для нас, очень тяжелый. Восемь месяцев мы жили просто вот каждый день, не знали, как будет обеспечение. И вот Бог использовал разные источники. Первый холодильник родителей, потом это сестры эти приехали, точнее сестра с мужем. И потом мой брат подходит один раз, слушайте, мы родные, мы знаем друг друга, мы любим друг друга. И он один раз в жизни, когда у нас реально закончились, вот вечером закончили, все, нет денег вообще к обеспечению. Наутро он приезжает, говорит, слушай, у меня есть желание дать вам денег. И дает мне денег на целый месяц для жизни. И я понимаю, это он не верующий. И я знаете, что тогда подумал? Думаю, значит, верующие протормозили. Потеряли свое благословение. Потому что когда верующие сеют, они не просто, знаете, восполняют мои нужды. Они же не источник моих благословений. Они являются партнерами в Царстве Божьем. И когда верующий человек меня благословляет, он сеет. И это нормально. Мы не должны себя чувствовать, как один брат мне рассказал, как он обнищал. Он был, это из другого города, он сейчас пастор. И он говорит, что у него был бизнес. И он был достаточно успешный бизнес. И он пришел в Царство Божье в Церковь. И стал, знаете, раздавать деньги. Направо, налево. Вот только видел нужду, сразу раз раздал, туда раздал, туда раздал, все раздавал. И потом пришел кризис в его бизнес. Он начал чувствовать нужду. У него начал хромать бизнес очень серьезно. И он начал распродавать там оборудование и все такое. И знаете, когда он мне это рассказывал, думаю, а в чем же здесь подвох? Он же все раздавал. И Дух Святой мне говорит, ты не сеял, ты просто раздавал. Ты занимался благотворительностью неразумно. Ты делал это, вроде бы сделал людям хорошо, но ты ничего не произвел в духовном мире. Потому что отношение к тому, что ты делаешь, имеет большущее значение. То есть даяние финансов, как ты даешь, ради чего ты даешь, в какую почву даешь, имеет большущее значение. И мы об этом еще будем с вами говорить. Потому что раздать не еще можно абсолютно все. Но знаете, что Иисус обещал таким образом? Что если ты сделаешь это ради меня и Евангелия, то ты получишь во сто крат. Это его арифметика. Во сто крат. Значит, это нужно сделать специально ради Царства Божьего. А не просто раздал, как богатый Буратино раздал нищим. И вот в этом есть разница. Думаешь, это такая мелочь. Друзья мои, я вам расскажу за эти дни такие истории. Вы будете удивлены, что из-за такой мелочи я так столько терял. Не понимая, насколько Бог серьезно относится к этим мелочам. Я серьезно говорю. Бог все считает. Это мне кажется, что, да ладно, плюс-минус там. Не-не-не, вот он плюс-минус на сахаре может быть, но не в Царстве Божьем. Понимаете, да? У нас должно быть четкое понимание, что с Божьими финансами нельзя играть. Есть Божье Царство и есть его бухгалтерия. Есть его банк небесный, грубо говоря. О котором также говорил Орел Робертс. Который, этот банк, который можно в критический момент в своей жизни обналичить финансы. И это интересная история, которая меня так сильно благословила. Хотите послушать ее? Два человека, ладно, тогда я не буду рассказывать. Представьте, Орел Робертс, человек веры, который говорил таким образом. Если я не могу верить Богу в финансах, в финансовой сфере, как я могу верить Ему или же доверять в вопросе исцеления и спасения людей? То есть финансовая сфера должна быть самая низшая ступень в доверии в отношениях с Богом. А потом уже все остальное. Говорит, если я не могу верить, в смысле, моей веры недостаточно, не хватает в то, чтобы у меня будет обеспечение в финансах, то как я могу верить Богу в исцелении и в вопросе спасения людей? То есть вот я пояснил, в чем суть. И вот он говорит, ему 84 года было, и у него случился приступ аппендицита. Представьте, в таком возрасте у нас уже не лечат аппендицит. У них же отношение другое к людям, к старикам. Я, кстати, в этом году, в начале года ездил к нашей сестре. Она сейчас живет в одном специальном пансионате для стариков. Это американский. Знаете, как один раз брат приехал туда и говорит, теперь я понимаю, как выглядит рай. Поняли, да? Когда людям за 80, а им еще операции на головном мозге делают, а им там массажики делают, маникюр, педикюр, стригут, там с ними в бинго играют, и все такое, они счастливые. Там, в общем, два раза в неделю шеф-повар приходит, готовит персональные блюда, и все такое. Там, ну, просто рай на земле. В общем, короче говоря, к чему я говорю. О чем я рассказываю? А, да. 84 года, и у него аппендицит. Он приезжает в больницу, смотрит на УЗИ, точно аппендицит, нужно срочно оперироваться. А он лежит, едет на каталог, говорит, господи, я так не хочу операции. Я просто, я не знаю, совершить чудо какое-нибудь. И вдруг, говорит, у меня приходит такая мысль. Говорит, у меня в небесном банке есть деньги. Я всю жизнь сею финансы. Там, десятины приношения, там, в общем, партнерские. Говорит, господи, а можно я обналючить деньги в то, чтобы мне не нужно было делать операцию? Я слышу, Дух Святой, говорит, ты можешь это сделать. Господь, все, я обналичиваю свои деньги из банка небесного, чтобы произошло чудо исцеления, и мне не нужно было операции. Он едет на каталке, его везут в хирургическое отделение. Вот прямо в палату, ну, не в палату, в операционную. И он лежит уже вот под лампами, все. И решили хирурги посмотреть очередной раз, последний раз, УЗИ, как там расположен аппендикс. И вдруг я слышу, зовет. Сюда, сюда, смотрите, что происходит. Говорит, короче, смотрит монитор, какое-то облако покрывает эту область. Они не могут посмотреть. И когда оно исчезает, аппендикс в полном порядке, абсолютно здоров. Его увезли обратно в палату, он оделся и ушел домой своими ногами. И думаешь, как это работает? Знаете, и вот этот вопрос, какой системе финансового обеспечения ты принадлежишь? Можно было докторам дать денег, сказать, полечите мне. А, в принципе, они бы заработали, потому что у него же там все есть страховки и все такое. То есть можно было рассчитывать на них. Но вопрос, тогда было бы не чудо, тогда была бы просто хорошая операция. Были бы приобретенные, то есть произведены действия, лишили бы человека какого-то органа, зашили бы все. Но человек вот так вызвал к Богу, служитель Царства Божьего. И говорит, Господи, а можно вот так? А Господи говорит, хорошо, давай. Поэтому вопрос в чем? Мы с вами сегодня на этом уроке должны в течение всей ночи, из завтрашнего дня, подумать и разобраться в вопросе, какой финансовой системе вы принадлежите. Потому что ответить можно правильно. Но вопрос вот этого убеждения, как я сказал, наши отношения с Богом должны привести нас в покой в вопросе обеспечения. Пока у вас не будет в этом вопросе покоя, вы будете жить в страхе от системы этого мира. Когда вы будете, будем говорить, рассчитывать или же опираться на количество финансов, бумажек в вашей кармане, вы будете несчастными людьми. Потому что деньги не всегда и не везде одинаково работают. С нашими гривнами ехать в другую страну бесполезно. Там нужно либо обменять их, либо поджечь и подсветить себе вход в квартиру. Потому что иначе вы не сможете их использовать. Знаете, я не мог прийти, допустим, или в Чехию, или в Париже, или во Франции сказать, а можно за гривну вас куплю, чашечку кофе? Гришо? 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 То есть они даже не знают такого названия. Для них это страна третьего мира. Знаете, Украина. Хотя мы и стремимся уже как бы быть там частью этой Европы. И все такое. Но я скажу, друзья мои, что наши деньги для них ноль, абсолютные. Давай либо евро, либо евро. И тогда ты имеешь право купить что-то в магазине. Все. Поэтому вопрос, если я оказался без евро, но с кучей гривен, то мне нужна помощь от Бога. Это правда. И это правда. Поэтому, друзья, мы сейчас помолимся. И я попрошу Бога, чтобы вы действительно услышали. Вот не просто на уровне ума. Да, да, я, да, моя система, царство Божие. Это правильный ответ. Но нам нужно действительно прийти в эту, подчинить себя, в эту систему. Согласиться, что я буду находиться в покое, в вопросе обеспечения. Только тогда, когда я свой банкерский счет открываю на небесном уровне, не на земном. Потому что наши финансы земные, они лишь, мы говорим, временное явление. Это то, что сейчас стабильно, а завтра не очень. И, как мы видим, совершенно нестабильно. Но есть система, которая никогда не ломается. И это система царства Божьего. И это система Божьего обеспечения. И это полная зависимость от Него. Поэтому мы будем с вами учиться доверять Богу в вопросе обеспечения на уровне практики. Чтобы вы не боялись, когда у вас недостаточно купюр. Купюры, еще раз запомните. Это ничего, это всего лишь цифры, которые вам иногда нужны, чтобы что-то купить в магазине. Потому что, когда придет время, а оно по Писанию придет, когда мы не сможем ни продавать, ни покупать, без банковской карточки, без счета в каком-то банке, без этого знака зверя на лбу или на руке. Я вам скажу, нам придется жить от земли. Нам придется доверять Богу в обеспечении, в полном обеспечении. Я не знаю, как мы будем жить тогда. Но кто-то скажет, а что здесь плохого? Подумаешь, там какой-то чип в лоб себе вставил или в руку. Нормально все с этим. Люди же так живут, это же удобно. Не надо эти дарички в карманах носить. Вы знаете, что случилось? Вот сейчас в некоторых странах Европы, в некоторых странах Швеция, и в этом году, по-моему, Латвия, они переходят полностью в безналичный расчет. Полностью. Уходят вообще деньги из обихода. Можете себе представить? Только карточки. Полный контроль. Ты не имеешь права заправиться бензином больше, чем ты получаешь зарплату. Потому что тут же возникает вопрос, а где ты берешь деньги? И все такое. Поэтому полный контроль. А вот как случилось с нашей банковской системой недавно. Вы знаете, что заблокированы были банки, и терминалы не работали. И мы едем и думаем, вау. А мы как раз ехали в аэропорт, и мне нужно было заправиться, и у меня в основном деньги были на карточке. И я думаю, вау. И мало взял наличности, и думаю, вау. И думаю, Господи, значит, туда доедем, а обратно ты усмотришь. И так и случилось. Так и случилось. Я скажу, ну, в любом случае, у нас не было страха и паники, потому что мы доверяем Богу в этом вопросе. Но я сразу подумал, представьте, что делает дьявол. Сегодня все, или в будущем, в скором, все станут реально подвязаны под банковскую систему, или же под систему безналового расчета. Все станут рабами этой системы, абсолютными рабами, полностью. Мы не сможем вообще ни подарки друг другу подарить, ничего. Вы просите там пожертвования, я даже не знаю, как это все будет. Но, возможно, терминалы будут, не знаю. Но в любом случае, мы будем настолько связаны. У нас не будет никакой свободы финансов. И теперь у нас возникнет вопрос. Если я не ставлю у себя на лбу знак зверя, или на руку, как я буду жить? Аллилуйя! Вот здесь и начинается настоящая вера в обеспечение от Бога. Лягушек есть будем, дорогие мои. Улиток есть будем. Кстати, у кого есть частные дома, начинайте выращивать вот этих виноградных улиток. Во Франции идут аж набегом. Большие, красивые, вкусные. Есть можно. Анатолий, возьми на заметку. Это серьезный бизнес. И у нас еще в стране он не развит. Будет, а? На западной едят. Фермы есть, а у нас еще нет. Так что будет. Поэтому будем есть улиток, лягушек. Все природно. Аминь. Хорошо. Может быть, какие-то вопросы есть по этой теме на сегодняшний день? Коротенькие. Два-три вопросы, и помолимся, и пойдем. Пока нет вопросов. Хорошо. Вопросы будут после. Слава Богу. И я рад, что вы сегодня были здесь, потому что вы получили свежий хлеб с неба. Аминь. Давайте поднимемся. Аминь. Спасибо, Иисус. Отец, мы благодарим Тебя за откровение, которое Ты даешь нам, как своим детям. Мы благодарны Тебе за обеспечение. Мы благодарны Тебе, что Ты желаешь, чтобы мы подвязались под Твою небесную систему обеспечения. Чтобы мы переключили свой взор с экономики этого мира, с системы экономической этого мира. И перестали жить в надежде на систему этого мира. Помоги нам, Господь, это слово, растворить верой, разобраться в этом отношении, чтобы в нашем сердце действительно был покой, когда мы имеем отношение с Тобой в вопросе обеспечения. Чтобы мы не боялись завтрашнего дня. Ибо Ты сказал, если мы будем искать Царство Божие и праведности Его, то все, что нам нужно, как нужда, будет покрыто сверхъестественно. Еда, одежда, вода и то, что нам нужно на каждый день. Во имя Иисуса Христа. И я благословляю сегодня моих братьев и сестер и провозглашаю, что мы все переходим с территории обеспечения этого мира, этой системы этого мира. Мы переходим на территорию обеспечения из Царства Божьего. Мы подвязываемся, подчиняем себя под духовную, небесную систему обеспечения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллалуя. Слава Иисусу.